У комика должно быть безусловное право шутить над происходящим. Свобода или стабильность? Тяжелый вопрос, как будто я прямо сейчас на него отвечаю. Не тебе, а вообще в этой жизни. Можно хорошо шутить, если ты прогоняешь шутку через юристов? Это не защищает тебя от отмены тебя. Ты станешь не снимаемым актером, не выступающим комиком, не поющим певцом. К войне вообще можно привыкнуть? Вот это вот мы сейчас узнаем. Очень не хочется не замечать этого. Куда делась религия прямо сейчас? Где человеколюбие, где не убей, не согреши? Почему люди такие жестокие? Я люблю свою родину, но не беззаветно. Я тоже взамен хочу любви от родины к себе. Какое-то есть понимание, что вот они этим занимаются, и мы не должны туда лезть. А потом, когда эти люди тебя приводят туда, где ты бы быть не хотел, ты такой, а как так получилось, что же вы делаете? Но отдавая себе отчет, ты такой, а, так я ничего и не сделал для того, чтобы как-то на это повлиять. Книги будут другие, песни будут другие, стихи будут другие. Ну, шутки будут другие, фильмы будут другие. Вот в первый месяц я точно осознал, что я вообще не взрослый. В моем понимании, взрослый знает, что делать. А я не знаю, что делать. Я до сих пор не знаю, что делать. А ты вообще гипотетически представлял себе себя вот в этом феврале, что у тебя еще и дети есть? Или ты как раз подумал, что, блин, слава богу, что их нету? Блин, если честно, я так думал. Сейчас через год ядерная война, и мне нечего терять. Только недвижимость. Блин, ну вот, вот, уже можно шутить, да, уже так можно шутить. О, кстати, мне Тимур Коргинов попросил тебе передать, и это мое наставительное требование. Давай не будет у нас вот этой музыки. Да, 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 да. Нет, нет, у тебя будет Моцарт. Моцарт. Лунную санту Бах написал? Нет, Бетховен. Как ты? Нормально. Нормально? Да, волнуюсь. Волнуешься? Давай цвет выберем. Белый. Белый? Белый. Хорошо. Все, вот, белый. Это было трудное для тебя решение согласиться на интервью? Да. Так легко сказал. Ну, я же думал об этом много дней. А что было трудного? В чем риски? В стремительно развивающейся вот этой вот юридической повестке России, ну, в рамках каких-то новых законов, которые ограничивают твои возможности соблюдать твое конституционное право свободы слова. Вот и все. А что перевесило? Почему все-таки ты согласился? Блин. Ну, я так почувствовал. Давай так, ответим на этот вопрос. Ты часто поступаешь, ну, так, как тебе там сердце велит, да, а не так, как по всем аналитическим твоим каким-то выкладкам надо поступить? Слушай, я в целом до какого-то времени думал, что я неплохой аналитик. То есть, до какого-то определенного периода все, что я планировал и думал, как сделать, делал, и как-то так все получалось. Ну, хотя я принимал какие-то решения, которые были, наверное, нелогичные для, не знаю, моего круга общения, для моих родственников, для семьи в частности, для отца с мамой. Ну, есть у меня такая черта, что если мне говорят нет, я вот хочу сделать наоборот, скажем так. А риск? Насколько ты рисковый человек? Ну, до всех этих ситуаций я тоже, наверное, мог бы такое сказать, что даже если я делал какие-то рисковые шаги, я понимал, что последствия не могут быть какими-то удручающими. Ну, окей, я ошибся, не более того. Сейчас, наверное, посложнее будет время. Мне кажется, что в мире комиков дело и драка – это была какая-то такая вот точка невозврата, которая всех так напугала, что все приняли для себя какие-то такие решения важные. Мне так не показалось, по крайней мере. Ну, то есть, я точно для себя понял, что теперь и на комиков в том числе будут обращать внимание именно вот не только с административной точки зрения. Ну, наверное, в его случае, да, это был административный арест. Ну, как минимум просто, что на него будут обращать внимание. Но то, чтобы это какое-то было такое резонансное дело, нет, потому что… Ну, то есть, я не согласен с этой шуткой. Не то, что с этой шуткой, а с формулировкой, что ли, того. Я понимаю, что он имел в виду, но… Не, ну, шутка не айс, чего уж тут. Да это даже не шутка, скажем так, это была его пародия на то, как якобы стереотипно относятся к представителям, в том числе, его национальности и так далее. Но, типа, какими словами было сказано, да, конечно, уродливыми. Но то, что это должно иметь такой резонанс, конечно, я с этим был не согласен. И это было, ну, для меня, по крайней мере, только что, а, ну, вот теперь и, типа, комиков будут. И за комиками. То есть, щелкнуло. Ну, конечно. До этого не было такого решения? До этого не было, нет. Но до этого у меня не было ощущения, что каким-то там певцам такое будут применять, блогерам, к вам, к журналистам независимым. Да, конечно, сужали поле не только для комиков, они сужали поле для любого творчества, поэта, музыканта, кто угодно. Это очень важно, мне казалось, что юмор – это та территория, на которой реально можно всё. До определённого момента. Был какой-то момент, когда стендап стал новым рэпом. Да. Ну вот. А потом не стал. И вот мне кажется, что там что-то случилось такое, когда, есть такое выражение, язык-то укоротили. Даже вот что-то случилось, что когда окоротили всех ребят, которые классно, смешно и бесстрашно шутили. Какое-то очень странное понятие «бесстрашно». Что это такое? Ну, когда ты не думаешь, так, здесь вырежут, здесь посадят, здесь не дадут концерты. Так никто не думает. Так думают постфактум. Когда ты пишешь шутку, когда ты создаёшь её, проверяешь на каких-то концертах, на открытых микрофонах, ты так не думаешь. Потом, когда ты собираешь готовый материал и снял его, и потом уже ты рассматриваешь, конечно. Но изначально ты как будто бы не ограничиваешь себя в этом. Ну, если только уж совсем какие-то, знаешь, такие шутки, которые и на кухне ты такой, блин, такую шутку придумал, говоришь. Ну, они всегда были при чём тут. Но поле ограничивается. Ну, конечно, ограничивается. Настолько широко, что просто те ролики, которые я выкладывал на YouTube, мы прогоняли через юристов уже. Ещё до и драка, да, ещё до и драка. Можно хорошо шутить, если ты прогоняешь шутку через юристов? Да можно, а чё нет? Ты же её прогоняешь постфактумом. То есть ты шутишь, монтируешь ролик, отправляешь юристам. Они смотрят на предмет нарушения действующего в законодательстве. Потом они говорят, нет, что-то как-то стрёмное. Тогда ты уже для себя принимаешь решение. Ты либо оставляешь её, оставляешь с собой эти риски, либо убиваешь её, и всё. А сколько, вот скольки раз ты принимал решение, что нет, я буду рисковать? Ни разу не было такого. Нам не говорили юристы, что это может повлечь какие-то последствия. Революционерки, анархистки, бесстыжевки. Как только не называли служительниц бесстыжевских высших курсов в Петербурге. По сути, первого в России вуза для женщин. Для поступления на курсы требовалось обязательное согласие родителей или мужа. И некоторые, чтобы получить высшее образование, даже вступали в фиктивные браки. А ещё надо было принести справку о благонадёжности от полицмейстера или городоначальника. Революционерок на курсах и вправду хватало. Например, там училась Надежда Крупская. Но ещё среди известных бесстыжевок актриса и жена поэта Любовь Блок. А также писательница Александра Брушштейн и Евгения Рубинштейн, первая в мире женщина-климатолог. После 1917 года курсы вошли в состав Петроградского государственного университета. Теперь это СПБГУ. А сегодня об их существовании напоминает лишь табличка на одном из университетских корпусов на Васильевском острове. Но в Петербурге всё же есть ещё одно место, где всё выглядит ровно так, как выглядело 140 лет тому назад. Это библиотека бесстыжевских курсов. Всевдоготический декор, балюстрада по всему второму этажу и, конечно, сплошные книжные шкафы до потолка. Библиотечный фонд собирался из пожертвований. Под коллекцию жертвователя выделяли специальный шкаф с именной табличкой, полки в котором устанавливали с учётом размеров томов. Всего таких именных шкафов тут 16. На большинстве из них фамилии преподавателей и выпускниц курсов. На полках можно найти книги с дарственными надписями от Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Бунина или Леонида Андреева. Попасть в это удивительное место сложно. Пускают только во предварительной договорённости и только с экскурсией. А я здесь была, когда проводила экскурсию по Петербургу с клубом путешествий Михаила Кожухова. Хранитель библиотеки Алексей Востриков всё нам рассказывал, всё показывал и даже, но этот секрет, давал потрогать книги. Вообще клуб Михаила Кожухова регулярно организует путешествия и экскурсии, реализовать которые самостоятельно просто нереально. Здесь делают путешествия по всему миру в маленьких группах с душой компании во главе. Можно, например, сходить в мастерскую к Юрию Норштейну или окунуться в мир героев Манюни в Армении с писательницей Нарине Абгарян. Или отправиться на Дальний Восток на исследовательском судне с Михаилом Кожуховым. Важно, что группы здесь всегда небольшие, вы точно всё увидите, расслышите и успеете пообщаться без спешки. А ещё можно оставить заявку на сайте клуба и для вас разработают индивидуальное путешествие или экскурсию с кем и куда захотите. Или просто подпишитесь на рассылку. Подписчики всегда первыми узнают о новых программах. Переходим по ссылке в описании, вводим в поле секретный код слова «Гордеева» и получаем скидку 7% на первый заказ в клубе. Это может быть и индивидуальное, и корпоративное путешествие, или просто первая экскурсия. Скидка будет действовать на заявки, отправленные с сегодняшнего дня и до конца 2022 года. Почему мы оказались в Архангельском? Потому что мне очень нравится это место. Ни одного человека вообще. Я сейчас заехал с другого входа, там военный санаторий, и я шёл, вот эта погода, и птицы весенние поют. У меня был жёсткий флэшбэк в моё детство, когда я с отцом из Хабаровска. Я иногда брал в командировки, он же у меня лётчик был, и он летал в Москву, а все военные аэродромы, городки, они все выглядят одинаково. Ну, как военный санаторий, вот примерно такая. Там всегда очень красивая природа, очень, да. И я такой потом, уже потом, когда пожив в Москве, такой думаю, что тут всё время дождь, что тут всё время дождь. А потом я вспоминаю, мы с отцом, когда бы ни прилетали в Москву, всегда дождь. Всегда был дождь. И мне отец говорил, я как в эту Москву не прилечу, там всегда дождь. И это сейчас главный мой триггер в Москве, что с возрастом хочется солнца, а его здесь нету вообще никогда. А отец стал военным, потому что кто-то до него был военным, у тебя дедушка один конюх, а другой кто? Тракторист. А почему он стал военным? Тяжело сказать, я не успел с отцом, знаешь, до такой степени сблизиться, чтобы эти вопросы в том числе и уточнить. Всё-таки у меня было очень такое воспитание патриархальное, мы не были близки с отцом точно, очень-очень-очень долгое время. У меня вот эта сепарация произошла моментально, очень быстро и очень легко вообще, а потом за счёт первых каких-то медийных побед, ну и просто каких-то таких общечеловеческих. То есть я делал это, у меня получилось. Я уволился из армии, занялся комедией, у меня получилось. Я уехал в Москву, у меня получилось. Я с Юлькой запустил проект, у меня получилось. И на фоне этого у меня возникла и высокомерность даже, наверное, в какой-то момент. По отношению к родителям? Конечно, конечно, конечно. Потому что вот вы мне всю жизнь говорили, что надо делать вот так, а я вот тут сделал вот так, и посмотрите, я вообще там такой победитель и так далее, а вы по-прежнему там что-то считаете. Но когда он заболел, да, всё, конечно, сильно изменилось, но всё равно там маленький период, 4 года, мы не успели как-то. И он, ну, надо понимать тоже, ему, наверное, было тяжело сразу пойти, мне не с руки тоже, знаешь, когда ты никогда так с отцом не общался, сразу так легко это делать, тоже было тяжело. Но мы успели так что-то перекинуться с какими-то там разговорами, я такой, о, нифига, у меня батя какой тип. Но я думаю, было так. Он жил в деревне, учился там в сельской школе, в то время существовали квоты, всякие образовательные учреждения для людей с села. И, наверное, он воспользовался каким-то таким, потому что он уехал вообще, представляешь, из села Петровка Черниговской области в Иркутск. Ни в Чернигов, ни в Киев. Да. Удивительно вообще, у какого количества людей все родственники оказываются из Украины? Ну как у какого, Кать, там же живёт не миллион человек. Там 40 миллионов. 40 миллионов. 40. Если очень простой математикой посчитать, ну у одной трети нашего населения, это вот прям вообще по самым низким оценкам. И он уехал аж в Иркутск, представляешь, куда? В Иркутск. Поступил там в военное училище, всё, окончил его там. Чуть ли не с отличием, кстати. А мама? Мама из села Татарский Шмалак, это под Ульяновском. И она закончила кулинар-технику. Да. И уехала. Сначала уехала в Азбест, а потом оттуда уехала в Чехословакию. Ну собственно там с отцом они и познакомились. Ну а как она оказалась в Чехословакии? Поехала работать в военной столовой. Я сам в шоке. Я думаю, моя мать прямо сейчас. Такой человек, который всего боится. И я думаю, как ты вообще, ну с таким пониманием жизни вообще уехала? Ну я думаю, тогда это была, знаешь, такая вот, как это сказать, романтика такая классная, наверное. Потому что она поехала туда с подружками. И вот как-то так там оказалось, встретилась с моим отцом. У которого, как она мне говорит, на тот момент был роман с десятиклассницей. Они что-то такое говорят иногда мимолетом. И ты в моменте нет. А потом, когда ложишься спать, такое оцениваешь, думаешь, чего такое было? Уже после смерти его с дядькой я общался с братом его. Оказывается, мой отец в молодости ездил на мотоцикле. Я за всю жизнь от него ни разу не слышал ни истории, ничего-то такого. Ездил на мотоцикле. А я думаю, знаешь, почему он не рассказывал? Потому что он не хотел, чтобы я ездил на мотоцикле. Или брат мой ездил на мотоцикле. Он, видимо, в молодости был чуть-чуть протестный. Но почему-то решил, что это плохо. Но ведь нам же все время это говорят. Не лезь, не высовывайся. Молчи, промолчи. И мы пришли туда, куда мы пришли, в том числе и поэтому. Конечно. Ну вот я тоже удивлен. Ну как ты не сказал? Как ты не рассказал эти истории? Как ты на мотоцикле куда-то ездил? Упал там что-то, что-то еще там и так далее. Как это? Как это? Ну то есть, я вот, если прямо сейчас думать, я думаю, а что я знаю о своем отце? Какой он человек? Получается, я вообще не знаю, какой он человек. Скучаешь? Да, да. Я думал, будет все легче. Но меня прям очень сильно накрыло. Очень сильно. Полгода, наверное, я еще так ходил, брыкался, типа, ой, вообще ничего и так далее, и так далее. А потом, конечно, поднакрыло. Я не могу сказать, почему я скучаю, зачем я скучаю. То есть, по большей части, я все-таки даже, видишь, думал со своей позиции. Мне жалко, что я не испытываю те положительные эмоции, если бы смотрел на то, как они вот живут и как мы все живем, знаешь. То есть, я не жалею, что, типа, отец умер, как таково. Я жалею, что мы все не испытываем этих эмоций. А ты веришь в жизнь после смерти? Тяжелый вопрос. Мне так не нравится, что если после смерти ничего нет. Просто это вообще не имеет никакого смысла. Вообще. Даже жизнь тогда не имеет никакого смысла. Как будто бы, получается, если после смерти ничего нет. Ну, кстати, следующий вопрос, который у меня возникает прямо сейчас, это а где религия? Куда делась религия прямо сейчас? Что происходит? Где все эти постулаты, которые она в себе несла? Почему они все не соблюдаются? Где человеколюбие? Где не убей, не согреши, не укради? Не все прощения? Где это все? Почему люди такие жестокие? Посмотри, вот все люди стали невероятно жестокие. И меня это просто разрывает вообще. А, наверное, по большей части, они все верующие. И что такое-то делать? И я в этом плане уже подумал, блин, мне, наверное, даже чуть-чуть, может быть, нравится религия в каком-то в идеальном виде. Но мне не нравится и пущение грехов мне не нравится. Блин, сейчас. Потому что я подумал, как так? Что это такое? Твои грехи делают из тебя того, кто ты есть, я имею в виду. И в том смысле, как ты с ними справляешься, как ты с ними живешь. Это очень легко получается. Ты такой пришел, тебе отпустили грехи. Мне не очень понятно, как люди после 90-х понастроили церкви, и им все простилось. Как это так? А вот как, интересно, потом нашим правнукам будут преподносить сегодняшнее время? Вот ты будешь героем полстраницы в учебнике, там три строчки, я не знаю? Какого учебника? В истории. Нет, 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 я не хочу попадать в историю вообще ни в каком виде, Кать. Почему? Ну, учитывая, что я комик, а как комик я в историю попасть, ну, в учебник истории попасть точно не могу. То есть мне что-то нужно совершить, чтобы попасть в учебник истории. Как-то быть посредником Пугачева, там, знаешь, и так далее, и так далее. Так что нет, я в этих историях участвовать не буду. У меня сейчас очень такой переломный момент в рамках какого-то внутренней рефлексии. И я все время всем говорю, что я не кошка же, ну, я же не кошка, но у меня одна жизнь. Вот на этой развилке очень многие люди принимали совершенно разные решения. Когда ты себе говоришь, у меня одна жизнь, и в этот момент ты себе говоришь, значит, раз у меня одна жизнь, нужно прожить ее так, чтобы мне было мучительно стыдно, чтобы можно было смотреть в себя в глаза, чтобы дети там, типа, мной угордились. И идешь по одному пути. Потом ты говоришь, у меня одна жизнь. Да ну его нахер эту борьбу, ну его там все эти революции, там еще что-то. Я хочу путешествовать, любить, там, не знаю, смотреть вокруг себя, зарабатывать кучу денег там и так далее. Кучу денег вычеркиваем из этого списка. Зарабатывать деньги своим трудом. Тем более, видишь, меня тяжело, ну, комика вообще, любого, любого, наверное, честного стендап-комика, тяжело обвинить в какой-то пролонгации, продюсировании или еще чего-то, потому что я считаю, что комика спродюсировать невозможно. Комик, который сам пишет все шутки, сам выступает, это такой, да, в музыкальном понимании бард. То есть ты автор и исполнитель своих там шуток, песен и так далее. Погоди, какой вариант ты выбираешь? Это будет смиру по нитке. Это я буду не там, не там. Так не бывает. Когда тебе нужны два стула, если ты садишься, не тот, не другой, ты упадешь. Пока такой выбор не стоит. Ну, какой именно стул выбирать. Пока мне хочется, ну, условно, ложась спать, подводя итоги дня, недели, месяца, года, ну, типа такое, быть удовлетворенным в своем поведении, в своем поведении просто. Ну, что ты не врешь, что ты никого не подвел. В этом смысле? Нет, ну, я, наверное, могу кого-то подвести. Мы же не стремимся быть Иисусом, да? Наверное, сильно никого не подвел. Я никого не предал, да? Вот я бы более сильные слова в этом ключе использовал. Я никого не предал, я не пошел на сделку со своей совестью ради каких-то денег, ради каких-то выгод, ради каких-то знакомств и так далее. Я, может быть, кому-то даже помог и круто. Ну, вот очень малый такой набор. То есть все остальное – это быт. В быту ты можешь где-то и соврать, и, может быть, кого-то даже подвести, не осознавая этого. Я там не проблема, тысячу раз извинюсь и так далее. Но глобально, да, хочется вот именно ложиться и так – фух, надо спать. Я вот сейчас ехала в машине, смотрела на всякие афиши. Там один человек выступает, другой человек выступает, там третий. И я думаю, интересно, а вот каждому ли из этих людей пошлось пойти на какой-то компромисс с собой, чтобы иметь возможность давать эти концерты? Ну, ты говоришь, прямо сейчас? Ну, прямо сейчас, да. Ну, прямо сейчас, наверное, нет, потому что прямо сейчас еще не ставили такой выбор. Прям документального такого нет у тебя выбора, что тебе надо где-то подписаться и сделать какой-то выбор. Поэтому многих, многих, может, эта ситуация вообще пока еще даже не коснулась. Эта ситуация прямо сейчас касается лично меня, не моей профессии. Она просто лично меня касается. Ну, то есть как я к этой ситуации отношусь. И я хочу вот, типа, ложась спать, хотя бы думать, что, ну, что, что там, я не подлец, не трус, что ли. Ну, трус тоже громкое слово. Важное слово. Окей, давай напрямки. У Максима Галкина концертов сейчас нет и быть не может. Есть какая-то надежда, что они, может быть, будут осенью. Вот ты понимаешь, что Пугачева прямо сейчас жена декабриста, ты понимаешь? Я понимаю. Был бы я хорошим пародистом, я сейчас это показал. Хороший пародист Галкин. Это просто разносит, что в итоге она просто такая, за мужем. Если ты меня спросишь, я тебе скажу, что Алла Пугачева это и есть Россия. И очень грустно, что она не здесь. Да, я в этом ключе провоцирую, скажем так, людей, которые, ну, с которыми у меня споры. То есть мне нравится задавать вопросы, Алла Пугачева тоже мразь сейчас? Что тебе люди-то отвечают, когда ты говоришь, что Алла Пугачева тоже мразь? Не, ну это я же их провоцирую, да. А так, грубо говоря, в массовой дискуссии так вопрос не стоит, это только Маргарита так там напала. Ну это же, как она ему сказала, женился на старой женщине. Это же Алла Пугачева. Почему она вдруг стала просто старой женщиной? И это сейчас преподносится как изъян. То есть, хотя по сути, это брак между мужчиной и женщиной. Что прописано в Конституции. В Конституции же не прописано, брак между мужчиной 20-50 лет и соответствующим в этой возрастной категории женщиной. И ничего не отвечают, слушай. Ну что говорят, а при чем тут Пугачева? Вот и все. Алексею Зинченко нет и 20, но он уже может собрать целый автомобиль. Парень учится в Воронежском техникуме на технолога машиностроения, а после учебы подрабатывает курьером. У Алексея две мечты. Одна попроще. Однажды своими руками собрать собственный самолет. Ну а вторая несколько сложнее, поэтому я ее процитирую. Чтобы у нашей страны было такое будущее, в котором молодым и амбициозным людям было бы хорошо и комфортно жить. Так глобально мечтать молодой человек научился в обычной сельской школе, но у необычных педагогов. В его родном селе Глазок Тамбовской области уже несколько лет действует программа «Учитель для России». Она устроена так. Специалисту в любой области предлагают на два года переехать в небольшой город, деревню или село, чтобы преподавать там любимый предмет. Ну, разумеется, для начала нужно пройти отбор, собеседование и проверку знаний, а затем прослушать небольшой курс по педагогике. Благодаря «Учителю для России» уже больше 30 тысяч учеников в 8 российских регионах познакомились с нестандартной педагогикой и научились решать небанальные и интересные задачи. А еще поняли, как важно уметь высказать собственное мнение и критически мыслить. Учителя-выпускники этой программы, а их уже больше 300, не только продолжают работать в государственном и частном образовании, но и создают свои собственные образовательные проекты. Однажды «Учитель для России» собирается стать и Алексей Зинченко, поэтому сразу после техникума он будет поступать в университет. Есть профессии, научиться которым можно только на собственном опыте проб и ошибок. Например, предприниматель. И в такие времена, как сейчас, когда все переворачивается с ног на голову, предпринимателям очень важно продолжать брать ответственность за себя и других, замахиваться на большее и стремиться к мечте. А поддержку самим предпринимателям на всех этапах ведения бизнеса обеспечивает банк «Точка». С 2015 года «Точка» помогает как начинающим предпринимателям, открывающим свое ИП, так и среднему бизнесу с уже сформировавшейся командой, бухгалтерией и внешнеэкономическими операциями. А сервисы «Точки» настроены так, чтобы избавить владельца бизнеса от лишних забот. Они помогают с зарплатами, налогами, отчетностью, выходом на маркетплейсы и даже рекламой. Если у вас есть дело, которым вы горите и дорожите, доверьте его «Точке» и не останавливайтесь в полушаге от мечты. Переходим по ссылке в описании и строим бизнес вместе с «Точкой». Знаешь, меня скорее всегда удивляет, когда человек ничего не говорит. То есть я уважаю позицию людей, которые говорят «да, окей, мы поддерживаем». Я уважаю позицию людей, которые говорят «это немыслимое, это невозможно, это зло» и так далее. Но когда люди вообще молчат, я не могу это понять. Можешь мне это объяснить? А я закончил какую-то диссертацию по этому написал. Ну ты же знаешь людей. Ты каких людей имеешь в виду? Просто есть люди, которые никогда ничего не говорят. Не-не, ну я не просто прохожих. А что они должны были сказать? Хоть что-нибудь. Смотри, вот твоя цитата. В России еще нет понимания, что комик – это социальное зеркало общества. Значит, когда ты социальное зеркало общества, когда ты претендуешь на эту суперроль, тогда... Ну это мне так хочется, чтобы комик был таким. Потому что я так чувствую, мне кажется, это правда, так и есть. Ну социальным зеркалом общества, как ни странно, стал не комик, а человек, который шел традиционным путем эстрады – это Максим Галкин. Вот у вас с ним разница три года. Да, кстати, удивительно. Я почему-то всегда считал, что он гораздо старше меня. Ну просто он дольше в шоу-бизнесе. На порядок. Но вот он, да, он стал выступать, записывать селфи по актуальным вопросам. А ваш этот телеграм-канал, как он называется? Круги на полях. Кать, ну я могу сейчас глупо с тобой разговаривать на предмет, но надо у них спрашивать. Я же не могу за них сейчас отвечать. Нет, это бы... Я не знаю, я думаю, что все вместе – совокупность общечеловеческих страхов. Вот прям совокупность общечеловеческих страхов. Ты в этих кругах на полях вообще ничего не делал вообще? Почему? Я не знаю, мне не предлагали. А я бы не пошел, это не моя история. Почему? Я не представляю себя записывающим селфи и что-то говорящим. Ты не записываешь кружочки? Нет. У меня за всю историю моего инстаграма не было ни одного сториса, где я такой – эй! Я, возможно, жесткий старовер, невозможно, а, скорее всего, в этом ключе, но у меня вот не получается вот это вот. Я все время чувствую какую-то... Ты дурак, что ли? Ты эскортница, блядь, что ты делаешь? Ну, как-то вот так я к этому отношусь. Ну, то есть, я думал, когда они появились и возымели успех, я думал, так, а я бы мог бы там существовать. Ну, типа, я был спокоен к их успеху, у меня не было ни зависти, ничего, потому что я такой – ну, я бы не смог это делать. Ну, меня то и не позвали. Я, честно говоря, даже не знаю, как этот круг формировался. То есть, я не знаю, чья это идея была. Наверное, это чья-то была идея, и как-то вот сформировали там. Но это самый популярный в мире телеграм-канал. Да. Там миллион с хреном подписчиков. И вот мне кажется, что это как раз вообще описывает все, что происходит с миром шуток и юмора в нашей стране, что вдруг наступает 24 февраля, и там наступает гробовая тишина. Да, потому что это был развлекательный канал. Ты почему-то считаешь… Ну, там же не пингвины выступают, а люди. Значит, если ты человек, и ты от чего-то охуел, ну, скажи, я охуел, я не могу сейчас вас веселить. Это же так просто. Не, ну, я думаю, там были какие-то продюсеры, которые просто сказали, так, все, мы сейчас останавливаем всю эту деятельность. Я не знаю устройство этого телеграм-канала. Это группа компаний-комиков, которые на кухне собрались, такие, о, давайте по фану это будем делать, и у них там нет модератора и так далее. Или это спродюсированный проект. У меня есть ощущение, что это спродюсированный проект. Если это спродюсированный проект, значит, там есть продюсеры, есть люди, которым принадлежит этот телеграм-канал, которые там модерируют это все, придумывают, что они там, что, где, когда играли, какие-то разминки и так далее. То есть, это не их чистый фан. Поэтому, наверное, эти люди сказали, типа, что я бы так же сделал, если бы я был продюсером, я бы сказал, так, все, мы сейчас… Ты бы так же сделал? Ну, конечно. Ну, слушай, а как надо сделать? Ты просто размышляешь, как будто, на мой взгляд, сейчас очень добок. Мы можем допускать, что эти люди все не хотят ничего говорить? Просто ты как будто им прям в обязанности это вменяешь. Но они, может быть, не хотят это говорить. Нет, они могут сказать самое, там, то, что они считают нужным. Как Старовой-то сказал, да, у него есть право... Ну, может, они не хотят это говорить, Кать, я не знаю. Ну, ты с меня спрашиваешь, как со всего цеха в рамках нашей российской вот этой вот... Раньше ты называл шоу-бизнес, да, назовем медийной сферы. Первый раз мы сталкиваемся вот с чем-то таким. Еще пока никто не знает, как себя вести. В следующий раз, если, не дай бог, мы с таким столкнемся, все будут знать, как себя вести. Возможно, влияют... Да невозможно, а, скорее всего, влияет и цензура, и какие-то... Какие-то последствия, на которые у тебя будут наложены. Ты станешь неснимаемым актером, невыступающим комиком, непоющим певцом. Это же не так, что не было таких прецедентов, это же было. Это все было, наверное, много лет. Ну, что, ноги отрежут? Понятно, Кать, все это понятно, но... Знаешь, меня очень впечатлило... Я читал книжку «Краткая история человечества». О, отличная книжка. Да. Меня там так впечатлил один момент, я этого не знал. Типа, почему в какой-то момент Голландия стала вот такой большой мировой империей, с колониями и со всеми там остальными делами. Там было подписано так, что это был даже не государственный голландский флот. Это были наемники. Просто наемники. К которым Голландия говорила, типа, вы там что-то открываете, что-то забираете себе, вот наш флаг просто поставьте. Это будут голландские территории, но вы там себе что-то можете забрать, там и так далее, все, что там найдете, не знаю, золото, бриллианты, женщины и так далее. И вот так они по миру вот ездили. Это не был королевский голландский флот. Просто каким-то пиратам в тот момент выдавали сертификат, что вы действуете под эгидой королевского голландского флота. А до этого Испания была такой страной. Но в какой-то момент король Испании сказал, все, что открыли, все, что там забрали, все, что нашли, все мое. И все-таки, типа, это как так он такой? Я король, я могу. А в Голландии такого не было. Король Голландии в какой-то момент сказал, все мое. Они обратились в суд Голландии, суд Голландии такой, к сожалению, нет договора, и они имеют на это право. Независимая юридическая система, в которой ты понимаешь, что если ты действуешь согласно букве закона, ты в безопасности. Ну, имеется в виду, ты имеешь возможность защищать свои права. Прямо сейчас в России, мне кажется, в ряде случаев это невозможно. И дальше вопрос мириться-не мириться, на который каждый отвечает по сути. Ну, дальше вопрос ты такой, так, хорошо, я вот, то есть, ты выкладываешь там, я выкладываю какие-то ролики, мы прогоняем чьюзюристов, юристы смотрят, говорят, ну, вроде ты тут ничего не нарушаешь. Но оказывается, что это не тотем, это не защищает тебя от отмены тебя. Вот и все. А ты, кстати, тогда испугался, что у тебя будет отмена тебя? Когда концерты отменяли. Испугался что? Ну, типа, меня вообще не будет. Да. Не хочу показаться каким-то бравым, но нет, такой, ну, типа, было злость, сожаление, там, не знаю, обида, чувство мести. Потом такой, ну, окей, ну че, окей. Будем как-то что-то думать, что-то выдумывать. Ну, я в тот момент такой думаю, так, а мне нравится природа Карибского моря, там вот везде Джек Воробей. Я такой думаю, а чему в каждой части Джек Воробей, чему учит нас Джек Воробей? Ты смотрел природу Карибского моря? Вот чему нас учит Джек Воробей? Не унывать. Банальный какой-то вывод, но мне он тогда помог. Я такой, ну, окей, ну что? Ну, столкнулись мы с этой. Не онкология, уже хорошо. Комики – это те люди, которые должны как-то подталкивать людей к тому, чтобы сомневаться в увиденном, услышанном, в том, что вокруг происходит? У комика должно быть безусловное право шутить над происходящим. Не важно, в какую сторону. Вообще не важно. У комика нет позиции за или против. Это сугубо его позиция. Он не отражает позицию всего жанра или еще чего-то. Но комик точно должен иметь возможность шутить над происходящим. Как журналист должен иметь возможность освещать происходящее без своего отношения к происходящему, просто фактами. Также комик должен иметь такую возможность. А кто комиков России лишил этой возможности, лишил этого права? Вот беззаботно шутите. Ну, кто журналистов прямо сейчас лишает права работать? Ну, журналисты, они как-то стали самостоятельно работать, завели свой ютуб-канал и не дали. Ну, не важно. Их же все равно, они все равно сталкиваются с этими трудностями. Ну, как, их объявляют иноагентами. Где сейчас Юра Дудь? Не знаю. Ну, вот, видишь. А мы сейчас с тобой здесь. И те комики тоже здесь. Те комики, которые уехали, наверное, они, может быть, позволяют себе гораздо больше. Тогда в чем может быть проблема у комика? Если он будет шутить беззаботно, отвязно, так, как кикаритит. Ну, в цензуре. А кто цензурит, если ты сам себе хозяин? Никто не знает. У меня были концерты. Я там что-то пошутил, что-то выложил. И после этого мои концерты отменяются. Отменяются площадками. От площадок мы добиться, ну, ответа какого-то. Какую-то бумажку там. Почему не отменять? Да. Это невозможно. То есть кто-то отменяет. А ты можешь сказать, ну, и хер с вами найду другую площадку? Нет, потому что другая площадка тоже будет отменена. Но есть же какая-то из десяти площадок одна, которая скажет, да, мы очень хотим, чтобы Руслан Белый, он так классно шутит, чтобы он выступал. Нет, в нашей стране, я думаю, это очень-очень-очень проблематично. Ты говоришь о таких государствах, в которых институты власти очень изолированы. Это вообще не власть. Это чистый бизнес. Ну, площадка. Так у нас и бизнес неизолированный. В том-то и дело. То есть, конечно, можно было бы сказать, хорошо, мы не пойдем на государственную площадку, как тот ДК железнодорожников, ДК авиаконструкторов, ДК Гагарина и так далее. Мы пойдем на частную площадку. Но частная площадка, к сожалению, то же самое делается. Частная площадка говорит, да-да, конечно, давайте выступать. Через два дня звонят, и мой директор говорит, ты не представляешь, как у них меняется голос, риторика и все остальное. А что, они говорят, ну вы же понимаете? Нет, они говорят, нет, все, нельзя. Ну, блин, ты так говоришь, как будто, если вдруг кому-то что-то позвонили или сказали, он берет телефон и там организатору тех артистов, или тех журналистов, или тех поэтов, тех писателей, которые должны были пройти какое-то мероприятие на площадке, они прям по душам там разговаривают. Да никто так не делает. Просто говорят, к сожалению, нельзя. Почему? Ну, все, нельзя, до свидания. И выходит, для того, чтобы тебе дальше выступать и общаться со своей аудиторией, шутить свои шутки и так далее, тебе нужно хорошо думать о том, насколько эта шутка проходная с точки зрения тех, кто дает помещение. Или тех, кто приходит на концерт. Или кого? Наверное, нет, по-другому. Тебе надо думать прямо сейчас, что тебе выставлять в эфир. То есть в клубе ты можешь пошутить, как хочешь? Наверное, да. А так, чтобы это потом у какого-нибудь майора... Можно, YouTube, еще что-то. Ну, любая там какая-то площадка, где есть этот видеоролик и так далее. Ах, вот как. Конечно. Ты поэтому Instagram удалил? Да. Поэтому у тебя на YouTube-канале один ролик? Да. Не, Instagram я удалил, потому что я очень не хотел попасть в какой-то эмоциональный период и в этот момент что-то там выложить, что-то откомментировать и так далее. Поэтому я решил удалить. А на YouTube-ролик один, потому что ну, два ролика я удалил оттуда, потому что, по моему мнению, а те два ролика, которые там были, это именно они стригерили каких-то людей. И оттуда у меня начались проблемы. А сейчас мне нечего выкладывать. Так работает экономика любого комика. Ты, если ты написал материал, снял его и тут же выложил, ты с этим материалом больше уже никуда не поешь. Ты можешь поехать, но люди, которые на тебя придут, скажут, ты что, дурак, что ли? Мы же это только что вчера видели. Мы поэтому и пришли на тебя, потому что то, что мы видели, нам понравилось. Мы думали, ты классный, крутой комик, нам нравится твое чувство юмора, а мы приходим, и ты нам рассказываешь то же самое. Поэтому тебе сначала надо написать материал, проверить его, потом отправиться по возможности в какой-то большой тур, везде проехать, показать этот материал живым людям. Опять же, за этот период, пока ты прокатываешься, ты его дорабатываешь. То есть ты начинаешь ехать в тур, когда у тебя готово, там, не готово, а когда написано процентов 50-60 от материала. Это такие, знаешь, если сравнивать с художником, такие большие мазки такой, черно-белый рисунок. Но в нем понятно, что ты имеешь в виду. А когда ты проезжаешь по концертам, на одном концерте у тебя что-то лучшее настроение, ты что-то бам, симпровизировал, тут пам, дописалась шутка, тут пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И потом уже в конце такая картина, которая такая, это можно показывать всем. Ладно. Этот вопрос надо задать. Тебя зовут в классное концертное пространство. Не знаю, 5 тысяч, 10 тысяч, сколько хочешь народу, но на входе в это суперздание висит буква «З». Ты пойдешь? Наверное, не пойду. Наверное, не пойду. Не пойдешь? А что ты скажешь? Скажу, не пойду. А они тебя спрашивают, почему? У вас тут то, что я прямо сейчас не поддерживаю, не могу к этому нормально относиться. И как ты думаешь, это что-нибудь будет тебе? Наверное, что-то будет. Это, знаешь, так круто, это вот ложиться на ночь и думать, и я вот весь такой, и тут я вот так говорю, и тут вот так делаю, и такой пам-пам-пам, блин. Знаешь, сколько я придумал классных шуток на ночь. Я еще когда раньше курил, я так стоял, курил, у меня так вид там куда-то на Строгино, я такой там что-то, такой бум-бум, у меня такой зал. Я с утра просыпался, такой думаю, господи, что это вообще такое? Я придумал вечером. У Карлина как-то было, я сейчас до слова не вспомню. Мне очень понравилось. Он говорил, ночь же самое крутое время. Ночью хочется любить, хочется заниматься любовью, разговаривать. Кто вообще придумал спать ночью? Поэтому, да, ночью ты как будто, наверное, за день, ты же днем просыпаешься, так собран с точки зрения эмоций каких-то своих, моральных, ментальных, мускул и так далее, а к вечеру ты так расслаблен, и из тебя начинаются лица более откровенные, что ли, вот это, более честное все. Что, сейчас концерты были? Ну да, что-то где-то выступаю. Как люди вообще смеются? По-другому? Нет, так же. То есть, как будто ничего вообще не произошло. А как они должны смеяться, если они пришли на концерт комика, и этот комик тоже приехал? Ну, а как они, как они должны смеяться? Ну, может, в каких-то других местах, может, как-то, наоборот, истерично. Нет, ничего такого не заметил. От себя, как от комика, могу сказать, что весь мой материал, который я писал до этого, чуть-чуть даже с таким лицом, типа, м-м-м, это интересно. Он весь превратился в какую-то такую вегетарианскую пищу, знаешь. То есть, до этого момента я думал, ну, наверное, даже мне удастся что-то, что-то сказать. А тут вообще, это такая легкотня. Это, знаешь, как будто с какими-то такими очень-очень-очень простыми гендерными анекдотами выступаю. Ну, в силу понимания ситуации, безусловно, сейчас ни комики, никто там не может шутить над действительностью, над событиями в онлайне. Поэтому ты просто шутишь шутки, которые были до этого написаны. Конечно, очень сильно все потерялись, растворились, превратились просто вот просто в шутки. Я как будто с точки зрения своего материала, знаешь, лет на восемь назад откинулся. Я не знаю, насколько даст мне это возможность потом пересобраться, что ли, передуматься. Ну, наверное, всем это даст возможность, всем творческим людям, да? Я имею в виду, книги будут другие, песни будут другие, стихи будут другие, ну, шутки будут другие, фильмы будут другие. Но прямо сейчас пока вот так. В каком-то интервью тебя спросили, обо всем ли можно шутить. И ты сказал, что шутить можно обо всем, но должно быть какое-то там расстояние по времени. Ну да. А какое должно быть расстояние по времени? Когда умер Игорь, Сорин, да, я помню, то есть тогда еще девчонка была, тоже должна. Это из Иванушек интернешнл парень, да? А потом, спустя сколько-то лет, может быть, даже лет 10, опять тот же парень, ну, я имею в виду, тот же парень с точки зрения персонализации в группе, тоже умер. Да ты что? Да. Какое кошмар. Что, не слышала? Да, извините. Ну и сразу, как бы после этого я придумал шутку, что точно кем сейчас не надо быть, это третьим из Иванушек. И вот сколько прошло. По сути, я как только услышал эту новость, это там, я сразу же придумал. Когда просто человек умирает, поканчивается жизнь самоубийством или умирает от тяжелой болезни, это уже все-таки мы с этим же привыкли, ну, мы свыклись же с этим, люди вокруг умирают, тебя, твоих друзей, там, родственников, еще кого-то. Поэтому это, наверное, чуть быстрее. Про эти события, наверное, будет чуть сложнее. Не знаю. Когда Никулин стал рассказывать анекдоты про войну, мы же тоже не знаем. 10 мая. Хотя, я думаю, Я думаю, что во время войны уже были анекдоты про войну. Да, да, да. Ну, человек же привыкает ко всему. Поэтому сейчас, наверное, для себя сформулирую такую главную задачу постараться не привыкнуть к этому прямо сейчас. У тебя есть ощущение, что на концерт к тебе могут прийти люди, которые потом на тебя напишут донос? Да. Я уже не могу себе на концертах позволить того, как раньше я думал. Я сказал это вживую, но я потом это не выкладываю, грубо говоря, в эфир. И, значит, я, скажем так, я не шутил. Защищен. Это ущерб профессии? Да. Ну, какие-то комики, наверное, да, которые, может быть, не касались каких-то социальных сфер, а просто шутили про отношения в семье, про гендер и так далее. Ну, наверное, они легче к этому относятся. То есть, они меньше себя контролируют в этом вопросе. Про пару кейсов я могу тебя спросить? Да, конечно. Кейс Сабурова. Угу. Как ты относишься к этому? Уж Сабуров-то, да, с его влиянием, успешностью, материальным благосостоянием, уж он-то мог себе позволить. Позволить что? Сказать. Я за войну или я против войны. Когда он говорит, у меня там семья, ипотека, ну, ну, слушай. А почему ты не устроил этот ответ? Он был максимально искренний, потому что его поймали врасплох. Ну, по идее, так рассуждать. Про месячный тоже его врасплох поймали? Да. Наверное, да. Хорошо. Тогда, если ты говоришь, что он был максимально искренний, на мой взгляд, он должен сказать, чуваки, я имею свою позицию по поводу войны, но я такой комик, что я шучу о природе и о погодных явлениях. Блин, ну, Кать, мы сейчас размышляем, знаешь, вот эта вот расхожая шутка, когда, а, я только сейчас придумал, что надо было тогда ответить. Ну, он стоит на сцене, он запланировал же этот тур, он же не поехал в этот тур, как только все началось. Это был запланированный тур. Отменить его, я не знаю, наверное, не было какой-то там финансовой возможности, потому что это большие потери. Ну, его из зала спрашивают, из зала спросили, значит, надо ответить. Ну, к сожалению, да. Блин, надо было подготовиться, конечно. Надо было что-то внутри себя сформулировать. Но это я так думаю. Я бы, может быть, так сделал. Я бы подготовился. Я бы, ну, он, наверное, может, вот как-то так отнесся к этому. Я не могу за него ответить. Более того, мы даже виделись после этого, но так бегло, что мы даже не успели обсудить всю эту ситуацию с ним. То есть я, честно говоря, даже не знаю его позицию по происходящему. Мне очень нравился Сережа Дедков. А где он теперь? То, что я слышал, он, его все события застали в Украине. Он уехал в отпуск вообще, по-моему. Да не то, что даже в отпуск он сказал, что я месяц на три поеду и, типа, почилю в Киеве. Потому что Серега тоже такой... Но он же ушел из ЧБД, потому что там было сложно ему. Ну как, ему там, ему сложно не было. Я думаю, ему было сложно с точки зрения комментариев, потому что неоднозначно люди к нему относились. А зрители ЧБД не очень назойливые и очень грубые местами. По сути, как и сама передача. Насилие порождает насилие. А он очень рефлексирующий парень, я прям точно знаю. Поэтому мне очень нравились его шутки. Да, и он прям очень крутой. У него такая боль классная, такая очень особенная, что ли, я не знаю, искренняя. То есть он не пытался рассказать про боль ради того, чтобы рассказать про боль. Он прям, ну, действительно как-то вот так это переживал. И его это застало в Украине. Потом я, по-моему, слышал, что он уже уехал. Ну, гораздо там попозже. То есть не в первые даже дни. Ну, нет такой истории, что там кто-то с ним выходит на связь, говорит какие-то слова. Я с ним списывался даже в первые дни. Сейчас просто он что-то перестал отвечать на Телеграм. Но я думаю, что либо номер сменил, либо что. Я вот все пытаюсь у кого-то найти, кто с ним на связи, чтобы тоже как-то там связаться. Сера, если ты меня слушаешь, свяжись со мной. А тебе нравится ЧБД вообще? Поначалу да, потом нет, потом опять да. А я же там один из первых участников был. И я там вообще растерялся, то есть если так рассуждать. Неважный выпуск был. Да, абсолютно, конечно, сто процентов. А так выходит, что, например, что было дальше, это такой тренажер для унижения слабых. Чем слабее герой, тем больше его дам. Ну, да, я понимаю, что, конечно, видишь, вот да, наступил такой форс-мажор, против которого, наверное, прямо сейчас будет трудно. Ну, вот такую цену они будут платить. У любого успеха есть цена. Поэтому она, наверное, будет вот такая. Не знаю. Я не думаю, что им, конечно, сейчас здорово. Я точно ни с кого не буду требовать что-то. Потому что мне все это кажется, что это действительно очень-очень тяжело. Очень тяжело. И плюс ко всему, действительно, у меня нет пока еще семьи, детей и так далее. Я не знаю, как я переобуюсь, перепрошьюсь, когда они у меня будут. То есть я знаю точно, что я с возрастом в целом перепрошился. Я стал гораздо лояльнее, я стал гораздо толерантнее, я стал гораздо сентиментальнее, я стал гораздо мягче там и так далее, и так далее. То есть 5-10 лет назад я грубее бы на все реагировал. Поэтому прямо сейчас у меня как будто, знаешь, сильно отзывается, что я как будто бы всех понимаю. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, с какими трудностями сталкиваются, наверное, люди. Я не знаю их мнений, потому что я не то, чтобы со всеми переобщался. Но наверняка это такое тяжелое время, тяжелый выбор, тяжелый. Может, кто-то все еще думает, как это сделать, что сделать. Может, кто-то еще что-то и скажет. Но, наверное, все боятся, мне кажется, в большинстве своем. Ладно, давай так, чтобы за всех не отвечать. Я думаю, что страх точно присутствует. Точно присутствует страх последствий за выражение своей точки зрения. Мы оказались в той точке, в которой оказались. Я не интересуюсь политикой, потому что это скучно. Это была популярная точка зрения. Я в ней точно так же участвовал в определенный момент. Но это все привело к тому, что в нашем обществе вообще нет понимания общественной жизни и своего влияния в ней, своего участия в ней. У нас нет этого понимания. У нас какое-то есть понимание, что вот они этим занимаются, и мы не должны туда лезть. А потом, когда эти люди тебя приводят туда, где ты бы быть не хотел, ты такой, а как так получилось? Что же вы делаете? Но отдавая себе отчет, ты такой, а, так я ничего и не сделал для того, чтобы как-то на это повлиять. То есть я только на последних выборах голосовал. И то, потому что это стало доступно онлайн. Я ни разу не был ни на каких выборах вообще, ни на каких. Вот это, наверное, плохо. То есть для будущего понимания устройства любой страны, не только нашей, надо, наверное, воспитывать в людях какого-то с подросткового возраста, надо как-то говорить, почему это нужно делать, почему это важно, почему, что все влияют, все, все на это влияют. А у нас произошло так, что как будто в девяносто первом году все случилось, все-таки, а, теперь будет по-другому. Ну, фу, слава богу. Теперь-то уж будет по-другому. Мы же никогда сюда не вернемся. Ну, никогда же мы сюда не вернемся. И не будут писатели запрещать печататься. Вы что, такого нет? Это бред какой-то. С пацанами, которые уехали, ты общаешься? Нет. Я, честно говоря, вообще мало знаю, кто уехал. Ну, знаешь, там вот ярче всех высказывается комиссаренко, Долгополов. Да? Вообще смешно. Дмитрий Романов сказал про Долгопол. Ну, мы что-то переписывались, общались. Дима написал, ну, этот каждый раз стартует. Слушайте, вот вы все над ним посмеиваетесь? Почему посмеиваемся? Нет, подожди, у меня полная эмпатия и в том случае к нему была тоже. Ну, просто Саня очень импозантно все это делает. На мой взгляд. Он делает так, как это делает, так, как это чувствует, никаких проблем. Так, подожди, с чем мы столкнулись? Теперь еще над Сашей Долгополом нельзя шутить, что ли? Да шутит и по гораде. Ну, все, а что ты дальше? Славка Корресаренко тоже в такую ситуацию попал, да? Забавную. Ну, то есть сначала он уехал из Белоруссии в Россию, потом из России в Украину, теперь из Украины в Польшу. Ты хотя бы на две страны подальше бы отъехал. В каком возрасте ты про себя понял, что ты хорошо шутишь? Смешно. Субъективное мнение, да? Правильно же. Потому что, наверное, есть люди, которые скажут, что им нравится мой юмор, и я самый смешной комик. А есть люди, которые, наверное, думают, что я вообще ахинею несу, и как с этого можно смеяться, и так далее. Но, скажем так, я не понял, что я хорошо шучу. Я понял, что я точно умею шутить. Ну, точно. То есть, выходя прямо сейчас на сцену, я точно знаю, что я не провалюсь. Что бы ни произошло, я не провалюсь. То есть, а в детстве ты шутил? Ты был душой компании? Ничего такого точно нет. Я там с восьмого класса, по-моему, стал участвовать в КВНах. И то только потому, что я на каком-то интуитивном уровне понимал, что с этого можно получить какие-то бонусы. Ну, там, прогулять школу, я не знаю. Знаешь, вот на таком уровне. Чьему чувству смешного ты завидуешь? Слушай, ну, не знаю. Ну, вот у Сени, у Сени, мне нравятся какие-то тонкие вещи такие. Он не грубый комик. У него словосочетания, предложения, они сложно сочиненные. Я бы хотел этим обладать. Литературой, знаешь, когда у тебя такой текст и лился еще в том числе. У Тимура Коргинова мне очень нравится умение его на что-то обращать внимание и доводить это до абсурда какого-то, знаешь. Ну, там, вот знаменитый в наших кругах разгон там одновременно кошелек, одновременно чехол для телефона. И вот он там, я помню, минут семь, наверное, вот это вот рассказывал. Когда мы даже потом, ну, типа, это не так было смешно, но мы пустили это в эфир, как редакторы. Потому что мы такие, ну, это точно надо увидеть людям. Потому что это такое, знаешь, умение вот этого долго стоять на чем-то, это вот так мусолить, мусолить, мусолить. Что в какой-то момент уже начинает быть смешно. Я вот сейчас, когда ехал в Воронич, я поймал себя на каком-то приколе, что я теперь решил, что каждый раз, когда я где-то буду видеть памятник самолета, я буду говорить, что позвоните военным, они самолет забыли. Я вот хочу это лет пять делать, знаешь, следующее. Чтобы все мое окружение с ума сошло на этом. У Юльки Ахмедовой, конечно, тоже есть панчи какие-то очень прикольные, удивительные, блин. Ну, нет, я бы не хотел чем-то обладать. И завидовать тоже. Раньше бы я завидовал, потому что моя карьера только становилась, и я искал себя как комик. Раньше мог бы там позавидовать умению Абрамова пародировать людей. Безусловно, наверное, мой бы арсенал моего комического вооружения расширился. Но, с другой стороны, я думаю, ну, я тут комик, который есть, потому что вот я, ну, обладаю тем навыками, которым обладаю. А вы с Ахмедовым все еще дружите? У нас, наоборот, ренессанс дружбы сейчас такой очень классный. Мы, по-моему, наконец-то притерлись, друг другу все простили, перестали соревноваться. Я, в первую очередь, наверное, так уже по прошествии. Соревновались, да? Я думаю, что я, да. Я думаю, что я попытался доминировать. На подсознательном уровне, не специально. У нас был жесткий период, очень тяжелый сейчас вообще. Ну, вообще кайф, мне очень нравится. То есть она прям тот человек, который... Один из немногих. У меня вообще мало друзей, так как таковых прям друзей. И все они очень крутые чуваки, но с ней прям класс. Я могу поделиться во всех своих каких-то... там, переживаниях, победах, счастьях, разочарованиях, там и так далее. А девушек своих ты ей показываешь? Посоветоваться? У меня их не так много было. При ней у меня их было две. Сейчас действующая вторая. Ну, нет, конечно, ну что значит посоветоваться? Что это такое? Ну, как вот я влюбился, а тебе как? Не-не-не, вообще плевать, я же влюбился. Ну, вам же проводить много времени потом вместе? Ну, и что? В общем, в этой связи, знаешь, думал, что вот эти вот все... А надо получить благословение у родителей. Я такой, что вообще, что это такое? А почему тут родители вообще? Я вот как-то пытаюсь размышлять на тему того, что родители твоей жены или мужа, это же вообще чужие те люди. Ну, вообще по сути. Ну, по факту же. До вашей встречи, да. Потом тебе придется проводить с ними много времени. Видишь, ключевое слово придется. То есть, если бы не было это условие, то навряд ли бы ты такой, так, а поеду-ка в Таганрог вот к этим взрослым людям. Ну, ладно, я, ну, безусловно, понятно, что это же родители твоего там, супруга и так далее. Но в целом, как бы, я не очень понимаю, почему у кого-то надо просить какое-то благословение. Подожди, то есть получается, что любой, вообще любой жизненный опыт ты берешь, потом перевариваешь и переформатируешь в шутку, которую ты читаешь на концерте? Ну, так или иначе, да, конечно. Стендап – это стриптиз души. Стендап, в первую очередь, это рефлексия над собственной жизнью. А посредством этих шуток люди либо узнают себя в этих шутках, смотрят, как ты на них реагировал. Знаешь, как круто, когда ты у комика слышишь какую-то шутку или какое-то наблюдение, такой «А-а-а, у тебя тоже так?» Я всю жизнь думал, что я особенный в этом ключе. Это какая-то такая терапия, что ты такой «А, блин, класс, прикольно». То есть я в какой-то момент такой «Так, если я это чувствую, если я так думаю, если я так считаю, если я с этим сталкиваюсь, значит, точно люди делают то же самое». Ну, мы же не можем, да, жить прям какой-то супер особенной жизнью. Ну, значит ли это, что у тебя есть побочка в виде того, что от тебя всегда, везде, в бане, в троллейбусе, ну, окей, не в троллейбусе, а в компании какой-то, ждут, что ты будешь веселым, что ты будешь шутить, ты будешь всех развлекать? Если это не мои друзья туда, ну, то есть если я попадаю в какую-то новую компанию, вообще прям в новую... Они такие «Комик, пошути!» Да, 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 ну, конечно. Ну, как певец спой, танцор станцуй, ученый докажи. Ну, наверное, да. И это бесит? Ну, конечно. И что ты говоришь? Ну, я же уже, как сказать, скажем так, подпривык к своей медийности, то есть для меня это уже не что-то особенное, я не расцениваю себя как какой-то супер такой личностью, которую там сильно узнают. Вот самолет, позвони военным, забыли самолет. Адрес запомнил? Да, да. Четвертый километр Линского шоссе, пусть заберут. Дом 9. А с друзьями нет? Ну, что, друзья, все все знают, все привыкшие, поэтому такого нет. Я думаю, это, к сожалению, часть моего характера заполнять с собой пространство, но это еще и от отца у меня идет, у меня отец такой был. На работе любили в том числе за это, потому что он прям, знаешь, как мать рассказывала по молодости, все говорили, ща, ща белый придет, будет прикольно. К сожалению, наверное, я этим грешу, я могу с собой заполнять пространство, но я там в рамках общения с друзьями пытаюсь себя местами даже сейчас искусственно тормозить, потому что, ну, люди же тоже должны самопроявляться как-то, а я могу у них подзабрать это, они могут так подникнуть, поэтому я пытаюсь контролировать себя на этой почве. Но ты всегда одинаково веселый человек. Я вообще не могу сказать, что я супервеселый человек. Я на сцене, как мне кажется, в тысячу раз смешнее, чем я в жизни. Это я еще сейчас, я тебе хочу сказать, знаешь, стал таким, ну, вот таким, как вот такая погода. То есть я до этого был в таком нуаре вообще, в таком нуаре был, что мне аж плохо стало. Я даже помню момент, я стал искусственно покупать яркие вещи специально. То есть я на интервью сейчас опять в черном оделся, видишь? А так я такой, о, серф, серф помог. Серф? Да. Юлька Ахмедова меня подсадила. После Нового года я не знал, что мне делать, куда поехать отдыхать, а она была на Шри-Ланке. Она говорит, о, приезжай, я вот здесь, типа, в серф-отеле, у ребят живу, это так круто вообще, комьюнити, все дела. И я прилетел, а еще тогда по своим архаичным таким этим, такой, что, серф-отель? Что, с ума сошла? Нашел какой-то там на Шри-Ланке в то время вообще, по-моему, единственный какой-то, знаешь, такой там, типа, 5 звезд отель. Это где-то 3-9 земель от того места, где там все происходит. Я каждый день по 40 минут на тук-туке просто туда ехал. А я туда приехал с чемоданом, белые брюки, понимаешь? Какие-то лоферы. Я как плантатор туда заехался. Мне только шляпы не хватало. И все, и весь отпуск проходил в одних шортах. И вот только футболки менял, потому что, ну, они там потеешь, и все. И на следующий раз я уже полетел просто с рюкзаком. И я вообще сейчас стараюсь, куда бы ты летать просто с рюкзаком. Серф вымыл из меня вот эту вот потребность в каких-то отелях каких-то, вот этих, знаешь, пятизвездочных, когда ты под конец отпуска такой, что, я просто ночевал здесь? Просто ночевал? За такие деньги я здесь просто ночевал? И поэтому сейчас классно, я куда вот, ну, там, до пандемии куда не ездил, все время старался селиться просто туда, где круто. А не важно, что это, квартирка, какой-то там, три звезды отеля или что-то, потому что, так я же просто ночую, я встаю. Главное, чтобы было все остальное круто. У тебя были депрессии настоящие? Ну, да, конечно. Но мне казалось, они были, особенно вот после смерти отца, но мне казалось, что это я просто так живу, это я вот такой чувак, знаешь, как-то вот так, такой там, Есенин, черный человек. Это разрушающее состояние, ты начинаешь, ну, ты начинаешь вскармливать в себе вот эту вот такую депрессивную, нуарность, тоску, да, какую-то такую, знаешь, искусственно, искусственно создаешь себе драму, которая потом уже начинает быть драмой. И ты так это на сцену переносишь, и такое, фуа, фуа, все-таки, ва, и ты такой, ва. И это тяжело, потому что... Сейчас могу сказать, что я и прибухивал так нормально, наверное, то есть я, наверное, раз в день, ну, бутылку вина выпивал точно, то есть это все было такое тяжеляк-тяжеляк. Мне кажется, что просто комики это люди, которые все время сомневаются в своих шутках и все время боятся быть не смешными, тут хочешь-не хочешь станешь алкоголиком. Это на начальном этапе да, потом нет, потом у тебя что-то щелкает и ты такой, ну, все-все-все, хватит. Я, может, не самый смешной парень из стендап-комедии, но я точно что-то умею. И уже неудачи легче переносятся. Ты где-то проверяешь материалы, неудачные выступления, ты такой, ну, ничего страшного, я завтра еще раз выступлю, послезавтра и так далее. Ну, это шутки хреновые, просто надо еще подумать, переписать, придумать другие вообще и так далее. А сейчас прям не хочется, не хочется справляться с этим стрессом. Я очень боюсь привыкнуть к этому, знаешь, типа, ну, ладно, теперь это часть жизни. В войне вообще можно привыкнуть? Вот это вот мы сейчас узнаем, мы же никогда не были в ней. Когда все-таки была чеченская, я был молод, очень молод и меня. Все равно это было все где-то далеко, когда-то где-то, хотя вот прям рядом. Какие шутки мы ужасные шутили, господи. Мы на втором курсе поехали в Подмосковье собрать картошку курсантами. Осенью. Я не знаю, почему-то техники не было или что-то, да. И вот это была такая практика. Нас училищем вывозили в Подмосковье село Бунятино. Мы там собрали картошку, а мы, надо понимать, приехали на вокзал по-велецки, и вот так прикинь, весь поезд выходит, мы все в шинелях с вещмешками, ну, только что без оружия, потому что какое оружие, зачем тебе оружие на собирание картошки? Просто вот так вот в шинелях, в шапках, и там какая-то бабушка ходит, такая, ой, сынки, куда ж это вы? На войну, мать. Ну, вот так это тогда виделось, понимаешь? Ну, то есть, когда это где-то, вот тебя это прямо сейчас так не касается, ну, все-таки ты еще молод. Вот сейчас нас это касается, сейчас мы узнаем, как это, возможно ли к этому привыкнуть? Наверное, возможно, но хочется тогда оттянуть этот момент, что ли, очень не хочется, очень не хочется не замечать этого, вот это, знаешь. У меня, знаешь, было такое ощущение, вот там, февраль, март, что Москва, как будто вот дышать было очень трудно, и люди были, там, кто заплакан, кто просто с такими пустыми глазами, а сейчас как будто бы все приходят в себя, и как будто бы действительно это становится просто частью жизни. Ну, это неизбежно, ну, ты же должен есть, спать, вставать, ходить, куда-то еще что-то, это неизбежно, ты все равно придется к этому свыкнуться, что ли. Но не хочется это сделать искусственно, знаешь, когда такой, о, ладно, я все буду заниматься своими обычными делами, об этом не буду думать, потому что это меня разрушает. Нет, то есть я рад, что в моем окружении тоже есть люди, которые, которые не хотят, типа, ой, ну, все, что ты, типа, мы будем просто делать свое дело хорошо, и вот, будь что будет. Тут, понимаешь, тут такой нюанс, что ваше дело, оно связано с артикулированием мыслей каких-то, да, шуток там и так далее. Ты не можешь водить троллейбус, выражая свое несогласие с происходящим, а говорить, шутить, выражая позицию, ты можешь как раз таки. Мне кажется, что в этом большая трудность. Ну, река же не может остановиться. Может. Нет? Ну, ты построишь дамбу, но тебе все равно по чуть-чуть спускать воду, чтобы она не перевалила через дамбу. Ну, наверное, вот так как-то. Как-то где-то что-то, не знаю, прорвется еще что-то. Слушай, а кто были те четыре человека, которым ты позвонил вот 24 февраля? Леха, как ни странно, Семен Слепаков и Юлька Ахмедова. Четвертый я не помню, возможно, я троим только позвонил. Но маме не позвонил? Нет. Нет, у меня нету с мамой той связи, которая, знаешь, между матерью и сыном. И брату не позвонил? Тяжело сказать. Наверное, позвонил. В течение дня, наверное, все-таки завякнул. Точно. А дальше какое-то идет уехать, остаться? Что вообще? Все вместе, конечно. Ну, господи, я же не удивительный в этом плане человек. Все, я думаю, все, что переживали люди, все это, я все переживал. А ты вообще гипотетически представлял себе себя вот в этом феврале, что у тебя еще и дети есть? Или ты как раз подумал, блин, слава богу, что их нету? Блин, если честно, я так думал. Клянусь тебе. Я думал, а, так вот где сыграло, что у меня нет детей. То есть, до этого это все выглядело, как какая-то ущербность твоя личная. А тут ты такой, али-дали. Сейчас через год ядерная война, и мне нечего терять. Только недвижимость. Блин, ну вот-вот. Ну, хорошая шутка. Уже можно шутить, да, уже так можно шутить. Когда вот наступил этот момент февраля, принятие важных и критических решений, мы про детей поговорили, да, но вот у тебя есть девушка, за которую все-таки, наверное, ты так или иначе должен отвечать. То есть, такие должны быть совместные решения. О чем вы разговаривали? Так, надо понимать, что она гораздо моложе меня, и, блин, так получилось, что у нас очень молодой роман, то есть, мы там буквально восемь месяцев вместе, на тот момент шесть, да, получается. И не то, чтобы мы уже клянемся друг другу в любви, строим какие-то там, знаешь, супердальние планы и все остальное, и это был такой, да, такой какой-то непонятный момент какой-то, то есть, надо какие-то решения принимать, и я впервые такой, а, так мне не только сейчас за себя еще теперь, а как, а надо у нее спрашивать, принимаете решение, или я как мужчина должен его принять и поставить ее в известность, и, по-перво, я от нее не видел, ну, то есть, она не реагировала так, как я реагировал, то есть, она такая, как будто она даже не интересовалась, знаешь, как-то вот так. А почему интересно? Не знаю, потому что молода. Ну, сейчас мы вроде такой, на одной волне более-менее, у нас есть понимание, типа, что мы будем делать в крайнем случае. Что? Не скажу. Вы, как я, собираете ядерный чемоданчик? Вот у меня, кстати, вообще нет ощущения, что вы собираете ядерный чемоданчик. Я на всякий случай собрала. У меня есть ощущение, у меня есть две бутылки хорошего вина, мне мой друг начал последние два года дарить по бутылке сосекай, потому что он где-то прочитал, что это вино с годами дорожает. У меня есть две бутылки сосекай, если будет ядерная война, я заберусь на крышу, мы расстелим плед, возьмем какой-то виноград, сыр, и будем пить вино сосекай. Я не очень понимаю, если будет ядерная война, я не очень понимаю, зачем тогда выжить тут. Почему ты принял решение, наверняка ты об этом думал, почему ты принял решение не уезжать? Я даже как будто бы был очень близок к этому решению. Наверное, пару недель я очень сильно был на этом. Я вообще думал, что, ну все, Третья мировая война начинается, потому что для меня это было вообще какое-то, я не понимал, что это, не знаю, наверное, подостыл что-ли потом. Но я понял, что на будущее надо иметь что-ли такой план, я не знаю как-то. То есть, я сильно удивлен, я смотрю там какое-нибудь в Ютубе интервью, там Шим сидит из касты, с кем-то разговаривает, ну вот я, к сожалению, был вынужден уехать, я такой, ну куда вы все едете, ну куда, вот куда я приезжаю, что я делаю, у меня все деньги в ВТБ, их невозможно оттуда вывести, карты не работают, я что, что я делаю, английский я не знаю, ну то есть, а он сидит там, что-то плавает там. То есть, подожди, это все-таки было решение или это было... Это была совокупность факторов. Осмысление того, что ехать-то некуда и не на что. это была и совокупность факторов, да. Ну, сейчас подостыв, конечно, ты понимаешь, ну типа нет, так нельзя это делать. У меня в той жизни был план, мне очень нравился он, знаешь, что я, я невероятный фанатист, фанат Италии. И какой-то такой в той жизни у меня был план, что я там годам 50 какое-то жилье там куплю. То есть, я представлялся вот этим человеком мира. Я там весна, лето, легкая, ранняя осень в Москве, тяжелые вот эти вот с точки зрения климатических условий там, и вот так я езжу, и все это изучаю, и так круто. Ну, вот такой план мне нравился. А потом, когда типа, вот сейчас езжай, и я такой, что-то я там, наверное, никому и не нужен. Я еще так разочаровался в эмиграции, я был в Америке две недели, два года назад уже почти. Я так ходил, ходил, ходил и смотрел, и я такой вообще не понимал, что бы я тут делал. Америка точно нет. Америка, мне очень понравилась Америка с точки зрения урбана, как там все устроено, четко все так продумано, классно, знаешь. А люди мне вообще не понравились. Я такой, я не понимал, как с ними я буду существовать. Ну, два года назад у меня девушки не было, я банально просто такой думал, как я с сексом тут буду, как я трахаться тут с кем? Ну, вот девушка, я такой, hello, how are you? То есть, не понимал я вообще вот этого, знаешь, как-то. Язык любви. А я не знаю, что с ними можно делать, а что нельзя. Ну, здесь я понимаю, что можно, а там я не знаю. Слушай, это самая прикольная причина не поехать в эмиграцию, которую я слышу. Ну, как-то холостяк, конечно, ну, а что? Нет, ну, понятно, что есть какие-то высокие цели и так далее, но они-то типа в обозримом будущем будут достигнуты. Есть, спать, и секс у тебя захочется там на третий день. Ну, то есть, надо что-то будет с этим делать как-то. А в Италии? А в Италии я думал, что у меня уже семья. Эти взрослые, они уже где-то учатся, где-то работают. Мы вообще там живем, и ко мне приезжают друзья, знаешь, вот такой нескончаемый поток людей. Знаешь, я как будто так видел себе, что у меня какой-то дом такой прикольный, и вот он такой типа а-ля бутик-отель, который такой, друзья приехали, через месяц родственники, дети, еще какие-то друзья, кто-то проездом там и так далее. Тебе сейчас сколько, сорок? Два. Сорок два. Твоему отцу было примерно столько же, когда... Сорок. Сорок, когда грянули девяностые, когда вы переехали в Бобров и остались ни с чем. В девяносто четвёртом году, да, ему тридцать девять даже было. Я еще до этого, когда мне стукнуло тридцать девять, я тогда подумал, я такой, о, так мой батя же был вот в этом возрасте. А, я еще, кстати, с этими событиями понял, что я вообще не взрослый. Вот в первый месяц я точно осознал, что я вообще не взрослый. В моем понимании, взрослый знает, что делать. А я не знаю, что делать. Я до сих пор не знаю, что делать. Такое какое-то, может, даже чуть уничижительное признание, но тем не менее. И тогда я тоже думал, я думал, блин, в тридцать девять лет он с таким столкнулся, в тридцать девять? Обалдеть! Если бы я сейчас с таким столкнулся, что бы было? Да, я бы так охренел от этого. А у него еще жена, двое детей, недостроенный дом какой-то там. Насколько девяностые были разрушительны для семьи, ну, для отца с матерью? Я думаю, они были очень трудные. Потому что, к сожалению, там, из-за, наверное, вот этого морального и, в первую очередь, финансового в том числе, вообще в целом вот этого удара папа так стал выпивать, скажем так. Мягким словом. выпивать. Он устроился в кочегарку, потому что у нас был дом частный, который мы еле-еле за лето там достроили, и там был котел, но не был еще проведен газ. То есть, дом отапливался не газом, а углем. Соответственно, чтобы не покупать этот уголь, отец пошел, устроился в кочегарку, чтобы воровать этот уголь. Ну, вот так он размышлял. И вот он там поработал год, ну, зиму, по большому счету, потому что после зимы он потом устроился на завод зерноперерабатывающий, где делали подсолнечное масло там и так далее. И он сначала устроился грузчиком, потом как-то там пум-пум, и он там через год уже какой-то начальник охраны, уже все дела. Это же ужасное падение по социальной лестнице вниз, если ты офицер в армии, а потом ты кочегар. Конечно. И для мужика 40 лет это так себе переживание. Я думаю, да. Ну, я думаю, ужас вообще полнейший, ну, то есть, очень сильный. Учитывая, что он еще потерял вот эту вот свою работу, то есть, он невероятно любил вот, ну, быть, вот свою работу он невероятно любил. А потом ему пришлось работать где, вот, где, где получится. Ну, то есть, он потом, я же говорю, стал начальником охраны и потом он стал выпивать из-за того, что у него стали появляться деньги какие-то. Он такой крутой, что рулит, какие-то моменты там и так далее, знаешь. То есть, сначала как будто бы от того, что плохо, потом от того, что хорошо и вот так, вот так. У него же даже инсульт был. Он же вот, видишь, не было бы счастья, да, несчастье помогло. После инсульта он перестал пить. Ну, ему запретили и пить, и курить, и он курить сказал, что, с ума сошли. Как он много курил, кошмар. Как он бросил, это вообще для меня. Нонсенс. Он бросил курить? Ну, так. Когда рак был? Нет. Он, у него инсульт, ему говорят, вам не пить, не курить нельзя. Он говорит, я пить не буду, а курить буду. И курил по три пачки. А потом брат женился, и он сказал, как только появится внук, я брошу курить. И бросил? Да. Даже не дождался, они ему из находки, у меня брат уехал служить, под находку куда-то. Они оттуда позвонили, говорят, мы беременны. И мать говорит, я на следующее утро смотрю, а что ты не куришь? Он говорит, ну, я же обещал, я бросил. Так внуков хотел? Да, он со временем точно стал сентиментален. Ну, он был всегда сентиментален, но внуки прям вообще, знаешь, его так растоптали. Я бы спорил, на любые деньги, вообще имущество, что угодно, на свое здоровье, что он никогда не бросит курить. Он курил три пачки в день. Я подвергался физическому насилию, если по дороге из школы, и не покупал ему сигарет. Ну, то есть, не было такого, что я говорю, ой, я забыл. Он такой, ну, ладно, сбегай. Нет, это было, и в следующие 15 минуты еще не курить. Знаешь, вот как-то в сигарет 90-90, а я вот не помню 90-е именно вот с той какой-то такой трудностью, потому что, ну, я же говорю, я был подросток, потом поступил в военное училище, и даже там, ну, то есть, я помню, да, что не было денег, там, еще чего-то, ну, как-то это все. И мне кажется, что как раз военное училище для очень многих семей было способом ребенка куда-то пристроить и не платить за него. В том числе, кстати, да, то есть, это решается же личный вопрос, то есть, ну, с другой стороны, ты мог жить в общаге, наверное. Да, ну, кормить тебя, кто в общаге будет? Кормить, да, 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 да. Да и то кормили, слушай, господи, там все время кто-то приезжал, там такие баулы, лехи там все им передавали с Краснодарского края, мы каких-то, у него отец держал каких-то нутрий, что-то такое, или там какие-то нутрии нам передавали, вино домашнее, знаешь, что-то. Нутрия, это зверек пушной, из него можно только сделать... Ну, может, я ошибаюсь, ну, что-то такое, я не помню. Какая-то крыса? Так. Нет, это было очень вкусно. Вино домашнее такое, крепленное, знаешь, когда кружку вберешь, такое... Она такая полусладкая, вообще обалденная. Если бы ты остался в военной всей этой истории, ты бы сейчас, наверное, полковником был. Да, может, полковником даже. Ты на себя это примерял? Нет. Вообще? Нет. Это военное образование, но профессия метеоролог. Плюс я остался в училище, потому что мы играли в КВН, я не поехал в регулярные части и так далее. Я бы, скорее всего, сейчас занимался бы научной работой, написал бы, наверное, какую-то диссертацию, был бы преподавателем на кафедре полковником. Ну, то есть, наверное, прям вот, как это сказать? Ну, грубым словом, прям в окопах я бы точно не был. Ну, ты все равно на себя это примерял? С точки зрения военного? Нет. Ну, не хочу думать об этом, да. Я вообще не хотел быть военным. Вообще. Но у меня есть забавный случай, что мы уже в Боброве, 97-й год, я заканчиваю школу в разгаре Чеченской войны со всеми этими ужасными кадрами и полной вероятностью того, что ты, если попадаешь в армию, то едешь в Чечню автоматически. И отец, естественно, в тот решение уже точно принимает решение, что я иду в военное училище, потому что как минимум пять лет, пока ты там учишься, ты туда не едешь. Ах, вот как. Да. Не, ну, он, наверное, как военный в целом, наверное, думал о том, что я буду военным, но тут как бы уже точно это утверждается. И он мне как бы, я не помню, насколько он меня поставил перед фактом, но я тогда про себя подумал. А он говорил про Воронежское инженерное училище. Я тогда почему-то подумал, я говорю, ах так? Я ему говорю, а я хочу летчиком быть, как ты. И там было, я не знаю, есть сейчас Балашовское училище, там учили летчиков транспортной авиации. То есть, отец бортинженер, а я бы вот был летчиком. Он такой, хорошо. И мы вошли в Боброве проходить медкомиссию. И я думаю, он подговорил какую-то медсестру, которая делала кардиограмму сердца, потому что она сделала кардиограмму сердца, и выходит и говорит, о, ну, с такой кардиограммой летчиком не стать. Блин, почему? Потому что у отца были кое-какие связи, но были в военном училище в Воронеже, а в Балашовском училище не были. Видимо, отец на мои умственные способности вообще не рассчитывал. Не, слушай, ну, я все понимаю, но это очень высокий риск. Представляешь, ты не поступаешь, тебя сразу забивают в армию, и ты сразу едешь, условно, в Чечню. Не условно, а прямо в нее и едешь. Поэтому он полагал, что бог с ним уже хоть куда-нибудь, но я точно проконтролирую хотя бы этот момент. Хотя я закончил школу с Себиной медалью, не знаю, чего он так не доверял. Твой директор и твой друг Леха это человек, с которым вы, собственно, с училища вместе. Да. И можно сказать, что это такая армейская дружба? Я, наверное, больше думаю, что это человеческая дружба. Мы вообще не на этом с ним сошлись. Мы вообще с ним сошлись на каких-то других общечеловеческих понятиях. Потому что я в армии все пять лет был коптером. Коптер это, грубо говоря, есть прапорщик, который отвечает за обеспечение учебного процесса и так далее. Страшина. А я у него был помощником, внештатным помощником. То есть у меня все время был его кабинет в моем распоряжении. Я прогуливал занятия, там что-то косил всячески безбожно. И в рамках того, что у меня было в распоряжении, скажем так, этот кабинет, там был телевизор. И вот мы из тех, кто вот там сидели ночью MTV Music Awards, смотрели вот такие какие-то вещи. То есть вы не втянулись в эту армейскую жизнь, и она вам не нравилась? Блин, военное училище очень сильно отличается все-таки от службы в армии. То есть это все-таки училище. Да, ты ходишь в военной форме и так далее, тебе даже выдают боевое оружие, ты ходишь в караулы. Но это все, значит, такая игра в имитацию какая-то. То есть все уже по-настоящему, наверное, очутились именно в армии, осознали себя военными и так далее, когда отправились служить по частям. То есть я вспоминаю отца, отец вот прям был военный, знаешь, ему это неравидно нравилось, он так балдел, кайфовал, он на эту работу прям, знаешь, бежал вообще, ну, грубо говоря. То есть ему очень все это нравилось, он был очень крутым профессионалом. Мне не нравилось, я не говорю, что в армии плохо, я говорю, что мне там не нравилось. Вот вообще, мне было неуютно, я не понимал, я их выполнял за полчаса и потом занимался своими делами, а все думали, что я проебываюсь. Мне говорили, что ты делаешь? Я говорю, так я все сделал. В какой момент своего военного училища ты понимаешь, что ты никакой не военный, а ты совсем даже вот КВНщик? Нет, такого не было. Я в КВН играл, начал играть в армии в училище, сначала это были какие-то, знаешь, межфакультетные люди. А Леха тоже играл? Или он всегда был с тобой рядом, он тебе помогал? Нет, 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 поначалу мы с ним как, мы с ним два были таких заводилы, скажем, он даже, наверное, был более активным в этом ключе. Леха такой, ему все это нравится, он такой, понимаешь, он мне как-то там, когда у нас первые отмены концертов пошли, он мне, ну, видать, венца выпил или что, ночью звонит такой, а он в Афины слетал, он такой, давай в Акрополе концерт дадим. Леха уже в то время, еще 18-20 лет, он был фанатом Фредди Меркури, и он жил вот таким пониманием, в его мире, если ты артист, ты вот такой артист должен быть, все, меньше не бывает, ну, то есть, это вот такой должен быть, размах, все, фа, бра, софиты, ша, фа, ну, такое, знаешь, даже в какой-то момент это даже начал пошлостью, какой-то пахнет, какой-то хорош, а он работает только с тобой? Как директор, да, мы сепарировались после того, как мы выпустились, я остался в училище, он уехал в Армавир, ну, по первому даже что-то созванивались, ну, в целом, даже под угрозой была, наверное, скажем так, сохранение нашей дружбы, потому что со временем все меньше, 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 телефонные разговоры, потом уже реже телефонные разговоры, и потом он первый уволился, он первый уволился, чем я, был тут свадебным ведущим в Москве, и я вообще, когда первые разы приезжал в Москву, я каждый раз к нему приезжал, я ему звонил, я говорю, какое метро, он такой, ты идиот вообще, ты 20 раз ко мне едешь, ты больше никуда в Москве не ездишь, ты не можешь запомнить метро, и я к нему приезжал, потом уже я переехал в Москву, случился проект, я начал заниматься своей сольной карьерой, сольным творчеством, концертами имеется в виду, а Леха занимался, жил своей жизнью, мы просто общались, и у меня была девчонка, большое спасибо, и она прям наладила, скажем так, мне первые эти такие, очень корявенькие какие-то, взаимодействия с площадками, куда-то, тур какой-то, знаешь, такой, а потом, я задумал комик в городе, я такой, блин, надо бы, наверное, вот не смогу я с Ленкой быть, мне нужен более такой человек, которого, знаешь, я смогу гонять, требовать и так далее, как-то с Ленкой я не смогу это делать, и я Лехе предложил, он говорит, да, давай попробуем, и вот он был там, ну, грубо говоря, креативным продюсером, в том числе, комика в городе, ну, по таким, по организационным делам, и по концертным директорам стал, и вот тогда мы только с ним начали работать. Вне зависимости от своих заработков, ты не расстаешься. Слушай, а какая разница, только он от меня может отказаться, я-то что от него, как могу отказаться? Он получает свои там 10% от мероприятий. Я не плачу ему какую-то сверхзарплату ежемесячную, что он, знаешь, обеспечивает мне всю жизнь. Я плачу ему какие-то, в том числе, директорские, но это очень условные деньги, потому что он нужен мне в каких-то бытовых вопросах раз в месяц. Так в какой момент военного училища ты понимаешь, что вот это твое, вот туда ты подерживаешься? Я это не понимал вообще. Мы играли в КВН только потому, что это было по фану, и все, и можно было не ходить на занятия, куда-то уехать вообще, обалдеть. Какой-никакой там выезд из-за предела училища. Потом мы закончили наш выпуск, меня оставили как капитана команды. Леха, к сожалению, он тоже очень рассчитывал, что его оставят, но его не оставили. Он уехал служить, я еще два года поиграл в КВН, или год даже, по-моему, будучи уже лейтенантом. А потом все просто, КВН закончился, команда, скажем так, перестала получать то финансирование, которое нужно было для того, чтобы играть в КВН. И все, я просто стал офицером, и все. А потом у меня Толик, у нас певец был в команде. Толик говорит, давай ты будешь ведущим свадеб. Я ему говорю, Толик, ты что, с ума сошел? Где я, где ведущий свадеб? А он пел на свадьбах, он лабух. И он в какой-то момент приходит, говорит, я взял на тебя свадьбу, в эту субботу работаем. И все, я вот так начал, я начал вести свадьбы, а потом комедия настолько стала мощной структурой, что они стали открывать по регионам филиалы. Из местных каких-то КВНщиков, и так далее, и так далее. И нас вот так собрали всех в Воронеже, кто где-то как-то что-то мог играть в КВН. Там был я, Роман Косицын, последняя женщина года журнала, гламур Юлия Ахмедова, и еще ребята. Ты попал, короче, вот в это продюсерский, я называю это продюсерская мясорубка комедии? Нет. Очень плохое у вас. Неправильное понимание продюсирования комедии, комедии с точки зрения комиков, на ТНТ. Это были хорошие времена, хватит, платились отличные деньги, давалась медийность вообще, ну то есть, в чем проблема? Да, безусловно, ты давал ровно половину твоего успеха. Ну, они могут так заявить, но я с этим буду в корне не согласен. Вот и комедии, или там ТНТ из тебя сделало того, кто ты есть. Нет, это вообще неправда. Я тебе больше скажу. Мало того, что оно сделало того, кто ты есть, оно делает человека тем, кем он, дай бог, там становится, платит ему деньги, забирая огромную часть денег, богатея, и при этом обрезая ему те, возможно, острые там какие-то шутки, острые выпады, и вообще возможность свободно шутить, так он считает нужным. Не, не правда, вообще не правда. Не, не, не. Там нет кабальных контрактов. Когда мы уже с Юлькой стали делать стендап на ТНТ, там уже не было таких контрактов, что так, на 10 лет, и вообще все, вы не имеете ничего права. Просто было рабочее соглашение, договор какой-то там на оказание услуг и так далее. Ну как, ты подписываешь договор, тебе говорят, ты полностью отчуждаешь свои авторские права в пользу ТНТ, продакшена и так далее. И в целом, ты вольный человек, ты можешь сказать, нет, я не хочу. Они такие, ну тогда мы не будем с тобой подписывать контракт, ты не будешь тут выступать. Это справедливо? Не знаю, если бы таких структур было там 10, то возможно да. А это уже не проблема же ТНТ. Это монополия. Ну нет, ТНТ... То есть только один Максим Галкин пошел другим путем? Ну почему, не правда, Семен Слепаков пошел другим путем. Кстати, Семен Слепаков тоже в Газпроме работает, в Газпром-медиа. Он в том числе работает в Газпром-медиа. Ну помимо этого, он как независимый режиссер делает свои фильмы. Ну там автор, продюсер. Он песни свои выпускал на канале. Не-не-не, Семен Слепаков сам себе человек аркет. Ну то есть тут, мне кажется, все зависит от того, насколько ты просто веришь в свои силы и насколько ты готов, либо не готов. В моей жизни был тот момент, когда, ну меня устраивали эти условия, никаких проблем с этим нет. Когда они перестали меня устраивать, когда я подумал, что наверное я стою больше. Все, я такой, я хочу вот столько. Мне столько, к сожалению, дать не можем. Ну окей. Позовут в проект телевизионный на ТНТ и я буду понимать, что я готов в нем участвовать. Я попрошу определенную сумму денег. Если мне ее дадут, я буду мне сниматься. Такого нету, что из тебя там кого-то делают, обрубают тебе и ты весь такой импотент и так далее. Нет. А тем более, когда появился Ютуб, у нас не было таких контрактов, которые не позволяли тебе в Ютубе что-то делать. Ну уже в последние годы я имею в виду. Ну то есть у предыдущего поколения комиков такие контракты были, а у вас уже не было? А почему? Ну потому что все понимали, что это Ютуб, и ты в любой момент можешь туда что-то придумать, и ты уже как бы не соглашался на это. Либо тебе давали эксклюзив на год, за который тоже платили деньги, и согласно нему ты там не мог ходить на другие телеканалы. Ты мог пойти там, например, если ты хочешь пойти в вечерний орган, тебе там надо, грубо говоря, спрашивать, вы не против, если я пойду в вечерний орган? Они либо были против по каким-то своим причинам, либо отпускали тебя. Но за этот эксклюзивный контракт тебе за год платили эти деньги. И тут весь вопрос только в том, что ты такой, так, я оцениваю себя в эти деньги, я оцениваю свою эксклюзивность, что этот год будет только на ТНТ, и меня не будет даже в интернете там и нигде. Если да, то ты получал эти деньги, и все было нормально. Это честная игра? Я считаю, что да. А в этом контракте были условия про то, что ты о чем-то не говоришь, что-то не комментируешь, и на какие-то темы не выступаешь? Нет, там было, что ты отчуждаешь материал, и дальше уже правообладатель вправе использовать его как ему будет угодно. Все. Ну, соответственно, это подразумевает их редактуру. Я имею в виду, не давать интервью на такую-то тему, не критиковать? Нет, вот такого точно нет. Нет? Нет. Ты все интервью, все запросы должен проводить просто через пиар-службу ТНТ. Вот и все. Слушай, смотри, ты прежде, ты пятилетний, трехлетний даже, допустим, давности, ты гомофоб, ты с супер-патриархальных каких-то этих скреп. Сексист. Сексист. Да, стопроцентно. Ты любишь люкс? Ну да, но это, наверное, знаешь, по большей части это еще, в первую очередь, конечно, и от бедности вот той, которую мы все хватанули в 90-е, и, конечно, да, это от бедности вот этой. Кто, что, как сделало так, что ты это все в себе поборол? Ты стал другим абсолютно? В первую очередь, конечно, мое собственное окружение. Ну, блин, ты тот, что ты ешь, да, и ты тот, наверное, с кем ты дружишь, с кем ты общаешься. Меня окружают очень крутые люди, мои друзья, вообще просто шик, блеск, красота. Ну, то есть, Юлька Ахмедова, которая из меня точно вымыла сексизм, гомофобию, наверное, в том числе. И, наверное, проблемы у нас, когда с ней были в этом отношении, они были связаны в первую очередь с этим, потому что я, конечно, неосознанно, но пытался и подавлять ее, и, типа, наверное, это было, типа, что? С женщинами что-то будет говорить что-ли, знаешь, в какой-то музыке. Я не слушаю ту музыку, которую он слушает, но он привил это. Я не пользуюсь всеми его советами, посмотри этот фильм, послушай эту музыку, посмотри эту документалку, там, съездит туда-то. Но иногда, когда я это делаю, так замечаю. Я, знаешь, я такой человек, вот Леха не даст соврать, он мне что-то говорит, я в первую же секунду ему говорю, нет, ты вообще-то ахинею несешь. А через два дня я такой, ну да, он прав. И поэтому вот там Тимур мне что-то где-то скажет. Я такой, началось бы. А потом через два дня я такой, не-не-не, да, это есть в этом. Творчески Ахмедова тоже сильно на меня повлияло. Она, конечно, она творческий гений вообще стопроцентный. А приведи пример, вот как вот ваши отношения с ней разладились? То есть вы с ней ознакомитесь во время КВН, Ну да, грубо говоря, в Воронеже, да, мы там едем работать, меня позвали как в Смех без правил, я ее нанял автором, какие-то там смешные деньги вообще и так далее. То есть это сразу было не очень равное положение? Да, конечно, безусловно. Но не в этом ключе. Она тогда была с таким чувством юмора, я был с каким-то таким, таким, знаешь, чувством юмора. Я помню, она, финал у нас был, финал, который я выиграл, она мне написала шуток там в тот монолог, который я рассказывал. А мы так посрались перед финалом, просто невероятно, знаешь, вообще просто невероятно. Мне в какой-то момент казалось, что у нас с ней не дружба, а что мы с ней 30 лет живем в браке, и мы так ненавидим друг друга, знаешь, вот какое-то такое было. Я помню, она перед финалом мне тоже, ну, молодец, потому что я выиграл. Она говорит, я не хотела этого делать, но подошла, так говорит, на. И я там шутки какие-то прочитал, вставил их и выиграл. Вот. И потом она переехала в Москву отдельно, вообще абсолютно без меня, писала comedy woman уже. Я что-то своими какими делами занимался там, как-то приехал в Москву, что-то на пару дней у нее остановился. Она говорит, не хочешь попробовать писать comedy woman? И вообще, говорит, в Москву переехать. А тогда не было, то есть понимания. Убойная лига закончилась, я все между вообще непонятно чем занимался. Я такой, ну давай, пошел писать с ней comedy woman. Через два месяца вообще я не понимал, что я там делаю, потому что я вообще не умел писать такое. То есть ты женщинам шутки писал? Ну в comedy woman тогда и мужчины были. Ну неважно, я имею в виду, что я не умею писать какие-то миниатюры, какие-то номера и еще чего-то. И я тоже через два месяца говорю, Юля, это очень плохо, потому что, ну я могу сесть здесь просиживать штаны, но это как-то странно. Вот. И я перестал писать woman, потому что это вообще, ни одной шутки, по-моему, туда я не написал. Но тогда начался comedy club, начался в моей жизни. Леха Ляпаров как-то меня там где-то заметил, подприметил, и вот, слава богу, я там начал писать какие-то свои монологи. И что-то там даже какая-то зарплата у меня была и так далее. А стендап только появился. Повелись первые переведенные концерты, мы все с ума сошли. Я говорю, смотри, кто-то это первый сделает на телевидении под стендап, кто-то это сделает. Она такая, и что? Я говорю, давай мы это сделаем. А я пошел к ней, потому что я такой, я сам это вообще не сделаю. Я это вообще не сделаю. По сути, вообще моя роль в стендапе на ТНТ это то, что я такой, давай это сделаем вместе. И мы сходили к Вячеславу с Мухаммеду, он говорит, да, делайте. И мы начали это делать. И тоже какие-то ругания и так далее. Атмосфера была, вот сейчас уже по прошествии времени можно сказать, что может это и называется рабочая атмосфера, но она была очень, очень токсичная. Очень токсичная. А потом как-то отпустила. Наверное, и я какие-то удовлетворил, может быть, свои амбиции. Она, наверное, удовлетворила свои амбиции. И прямо сейчас вообще у нас прям очень классная дружба. Очень. Она, наверное, сама подоптесалась с точки зрения, поверилась в себя как комика. А ты? Я в том числе. И как-то мы перестали в этом ключе соперничать, что ли, наверное. Ну вот, когда мы, знаешь, сепарировались, она первая ушла из стендапа, с креативного я еще остался на два года. Потом я ушел. И вот как-то у нас такие, что ли, получается, наверное, мы удовлетворены своими личными вот этими путями. И они так параллельно идут. И круто. А бренд вам принадлежит? Ты сейчас серьезно спрашиваешь? Да. В России есть вообще авторское право? Вообще да. Ну, не про комедию. Нет, бренд нам не принадлежит. Мы когда пришли, такие, а да вот такая идея. Хотим делать это на телевидении. И нам говорят, давайте. И, по-моему, мы были опьянены просто тем фактом, что что? Мы что-то будем делать на телевидении, что мы об этом даже не думали. Это было невозможно, чтобы нам это принадлежало, потому что нам надо было это самим продюсировать, делать, снимать и продавать на канал, например. Как Камеди и делал в свое время. Они снимали отдельную передачу, продавали на канал, а потом уже канал «Газпром-медиа» выкупили у них полностью весь продакшн. Ты скучаешь по этим телевизионным временам? По тем временам я не скучаю. Они были очень тяжелые. Блин, ну их нафиг. Но это было, блин, непонятно, что это было. Это было вообще никакой романтики. Мы просто до 4 утра работали, мы когда первый пул сняли, с Ахмедовой в Чехане сидели, я на нее смотрю. Я думаю, она на меня смотрит, я думаю, мы постарели лет на 15, наверное. Это был такой ужас, поэтому вообще никакого такого ностальгического воспоминания о том периоде нет. Сейчас же есть возможность. Грубо говоря, то, что ты там выкладываешь что-то в Ютуб или это показывают на телеке, по крайней мере, до этого момента это было то же самое было. Кстати, да, наконец-то поставлен вопрос в том долгом споре, кто победит, интернет или телевидение. Ну и кто? Телевидение. Прямо сейчас? Ты что, не видишь, что ли? Нет. Ну давай. Ну я смотрю свою маму и телевидение побеждает 100% вообще, так что. А я смотрю свою и нет. Да? Да. Тогда один-один. А по ТНТ ты скучаешь? Ты переживаешь, что ты ушел? Нет. А я как будто бы, знаешь, там, как сказать, полностью, ну как это, такое бы хорошее слово подобрать, полностью израсходовался. Я там выполнил все свои задачи. Мне больше, мне нечего было дать, больше ТНТ. Вот я не могу так уже шутить. Нет у меня такой, потребности такой нет. И, наверное, я бы прямо сейчас уже там не прошел бы редактуру с точки зрения плотности юмора, темы и всего остального. Как будто, вот знаешь как, это отношения в хорошем смысле исчерпали себя. Мы разошлись с хорошими друзьями. Типа вот так как-то. Что должно случиться, чтобы ты женился? Так, подожди. Тут подвох есть в вопросе или? А как он так странно сформулирован? Что должно случиться, чтобы ты жен... Чтобы я встретил ту женщину, которой мне захочется сделать предложение, и она ответит мне взаимностью. Ты сейчас влюблен? Ням-ням-ням. Я на пути к этому. Мне очень нравится та девушка, которая сейчас рядом со мной. Что должно случиться, чтобы ты женился? Ну, чтобы я уже окончательно проникся к ней всеми чувствами, которые у меня имеются. И сделал ей предложение, и в ответ услышал, да, все банально. Ты знаешь, что в марте 2022 года в России было зарегистрировано рекордное количество браков? Впередно? А с чем связано? А люди испугались. А-а-а. И побоялись потерять друг друга в это сложное время. Блин, круто. Либо побоялись быть одни, либо сейчас в ускоренном режиме делают четверых детей. Это срочка от мобилизации. Я все изучил. Знаешь, прикол? Из нас всех, из всех, только Леха не пойдет в первую волну мобилизации. Почему? У него отец-инвалид первой группы. Он единственный кормилиц. Он же тут попал в фильм Балабанова. Господи, обалдеть вообще. Каким образом? Блин, не знаю, стоит ли рассказывать. Но он никогда не против, чтобы я это рассказывал. Ну, расскажи. У него ковид выкосил всю его семью. Вообще всю. На дистанции в неделю. Кошмар. Да. Остался в живых только один отец, который уже два года болеет онкологией четвертой стадией. И они все эти два года его хоронили. В какой-то момент какого родственника, когда отец вышел из больницы и посчитал, что его неправильно похоронили, его перезахоранивали. А фильм Балабанов, да какой из фильмов-то? Я никогда в жизни не слышала термин Балабановщина. Ну, это вот это вот, когда все плохо, когда глубинка провинции, алкоголизм, скрепы, очень однобокий взгляд на жизнь, религия, все вместе вот это, знаешь, такое. Ну, мы разговаривали о том, что когда можно шутить после религии. Ну, вот уже можно. Ну, у него, вот умирает мама, умирает бабушка, потом, там есть какая-то бабушка еще, за которой следила мама, а она лежачая уже 20 лет, потому что ей, по-моему, 164 года, и у нее есть какой-то сын, который тоже за ней ухаживает, но непонятно, ухаживает он за ней или нет, и Леха думает, ну, надо, мама бы ухаживал, надо им хоть продуктов отнести, а они ему звонят, говорят, мы что тут кашляем все, у нас на ангина, он такой, я вам пакет тут оставлю, а на следующий день ему звонит участковый, говорит, Алексей Хлыстов, да, тут вот у нас труп человека, он оставил записку, что в случае чего звонить вам, а это вот этот вот чувак, который написал, я так больше не могу, и Лехин телефон. Ну, потом выяснилось, что у нее там 20 лет назад была диагностирована это самая жуткая депрессия, ему прописали таблетки, он этих таблеток наглотался, и я так больше не могу, видимо, типа, что мама его вот так уже 20 лет лежит, а на следующий день умирает эта мама. И он их всех просто там хоронит, 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 а потом кого-то перезахоронили. А перезахоронили чувака, у которого жена умерла лет 15 назад, он все им, когда напивался, говорил, я пойду ее откопаю, я ее перезахороню, я ее перезахороню, и в итоге его перезахоронили. Господи боже мой, кошмар какой. И там эта бабушка, которая вот эта вот старая, у которой сын, там у нее, оказывается, есть еще один сын, который за ней уже там лет 40 не следил, типа, мама Лещица за ней давно наблюдала, и вроде как дом в случае гибели всех родственников, что произошло, должен был отойти ей, но Леха говорит, ну, я не мог не набрать этому сыну, а он там типа, ему говорят, ну, ты хоть бабушку приди навести, там, он говорит, пошла, она нахрен, она мне нужна, а потом позвонил, говорит, у вас тут вот все умерли, вы как-то, может, на похороны придете? А она такие, да-да-да-да, документы на дом есть какие-нибудь, или еще что-нибудь? И, короче, появились, начали там хоть дом выбивать. Но Леха нашел где-то какую-то племянницу, ей сообщил, и теперь она с этой стороны, со стороны добра должна будет бороться с силами зла за дом. Это самая неожиданная рецензия на Балабанова, которую я вообще когда-либо слышала. Кажется, что вообще одна из самых важных проблем России заключается в том, что в ней так мало любви. Да, про любовь, конечно, сто процентов. Я думаю, я любить начал после 35-ти вообще как-то. Ну, любить не в смысле как мужчина-женщина, а вообще просто любить людей. Близких себе людей и так далее. Все равно, мне кажется, до этого как-то я так очень... Ну, любить, имеется в виду, вот прям как-то их ценить, вот так просто любить. Вот если я скажу, твой дом, твоя родина, то это что будет? Хабаровск? Нет, вообще нет такого понимания. То есть у тебя вообще нет дома? Вообще нет, нет. Я вот, знаешь, с ребятами общаюсь, кто-то такой, ой, я поехал домой, я поехал на родину. Ну, с теми, кто живет в Москве и не из Москвы. И у меня вообще нет такого ощущения. То есть я приезжал в Хабаровск и я ничего не чувствовал. Ну, с точки зрения, что ой, я тут прожил столько... Ну, то есть мы ездили, там, где я жил, свой дом видел. Там по-прежнему дороги. Ну, по аэродромному принципу плиты так уложены были. Кошмар. Это так, когда едешь, там бздынь, бздынь. Ну, типа того, да-да-да-да. И у меня, и вот и про Бобров у меня такого ощущения нет, хотя там, да, долгое время родители прожили. И про Воронеж у меня такого ощущения нет. У меня вообще нет ощущения вот какого-то такой «Моя родина» или там «Моя земля», «Мой дом». Мне, короче, некуда возвращаться. А я не хочу никуда возвращаться. Вот что самое главное. А родину ты любишь? А сейчас надо вот в это время надо точно уточнить, что такое родина. Давай тогда пойдем от печки. Что такое родина? А? Помнишь, что я тебе рассказал, что у меня нет места, где я вот я, куда, с чем я себя вообще ассоциирую? У меня иногда есть размышления, они только формируются. Их, к сожалению, нельзя массово рассказывать людям. Я их могу доверить только каким-то своим очень близким друзьям. Например, в этом плане я ненавижу подвиг. Любой. Потому, что я считаю, что если пришло время для подвига, значит, все было проебано. Я каждый раз слышу такое, пожарной, ценой жизни, а я начинаю отматывать, а почему дом загорелся, почему не было сигнализации, а почему так поздно сработали, понимаешь, а там починили не вовремя, газ прорвало, почему прорвало вообще, а кто-то обслуживал его, по идее, газовые службы и тадаль, и тадаль. И в плане родины у меня тоже такое отношение, знаешь, вот мать любить надо? Ну, по идее, надо, правильно? По идее, да. Ну, мать может же делать какие-то поступки плохие, может быть, пьющая мать, может быть, мать, которая от тебя отказалась, а потом пришла к тебе, типа, ой-ой, прости. Я люблю свою родину, но не беззаветно, знаешь, ну, то есть, я тоже взамен хочу, хочу любви от родины к себе. И когда ее нет, мне тяжелее любить мою родину, когда ответной любви нет. Круто. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Ну, наверное, лет пять назад еще была бы справедливость, сейчас милосердие. Возможно, через год будет желание, я думаю, что возникнет желание справедливости. Ну, если ты понимаешь, да, про что я говорю. Я думаю, к сожалению, оно возникнет, я думаю. Свобода или стабильность? Тяжелый вопрос, как будто я прямо сейчас на него отвечаю. Не тебе, а вообще, как будто в этой жизни. Я думаю, знаешь как? Я думаю, что свобода это навсегда, а стабильность может быть временная. И даже в какой-то момент выбрав стабильность вместо свободы, ты точно ее потеряешь, эту стабильность. Поэтому свобода. Правда или безопасность? А это не то же самое, что свобода или стабильность? Нет, свобода подразумевает правду. Да свободен говорить правду, говорить неправду. Нет, стабильность подразумевает безопасность. Это вообще абсолютно тождественное понятие. То есть будем считать, что этот выбор сделан? Да, тот же самый вопрос. Я никогда в этом смысле так не думала. Ну, как? Свобода, свобода, свобода это говорит правду. Правда, лучше всего экономит время. Есть ли шутки, которые стоят свободы и стабильности? В этом плане нет, вообще нет. Нет таких шуток. Если бы я был в начале карьеры, когда ты трясешься за каждую шутку, потому что ты в начале, ты вообще просто в целом в шоке, что у тебя получилось шутку придумать. Это всегда было, знаешь, как твой ребенок, ты такой, когда тебе говорили, нет, это не смешно. Как? Уродливый, ну, ну, мой же. Нет, нет таких шуток. Если ты смог написать сто, пятьсот, тысячу шуток до этого, конечно, ты напишешь еще шуток. Возможно, еще лучше. Так что, то есть, если ты придумал шутку, ее прямо сейчас нельзя говорить, наступит момент, когда она еще даже более идеально встанет в какой-то контекст, и ты будешь такой, прям стоя на сцене и вставляя ее, а это очень крутой момент, потому что ты, когда ты на сцене, ты не просто рассказываешь материал, бывает, ты, знаешь, в таком энергетическом состоянии, когда вообще ты такой, я железный человек, я все могу, все в моей власти, то есть, ну, блин, класс, ты импровизируешь, еще что-то, и ты рассказываешь, вроде материал, который ты уже рассказывал 10-20 раз, такой, о-о-о, прямо на сцене, то есть, ты говоришь, а в этот момент мозг такой, о-о-о, да сюда же идеально встает шутка, вот, пять лет назад написанная и несказанная, потому что она какая-то уродливая была, а тут вообще все будет смешно, а бум, бух, ты такой, е-е, так что... Офигеть, шутки в стол, которые потом оттуда могут вылезти. Это шутки в стол, это шутки, короче, мозг вспомнит ее, ее не надо записывать, если ты ее написал, если ты придумал шутку, она твоя шутка. Есть ли шутки, которые стоят свободы? То есть ты ее пошутил и тебя лишили свободы? Нет, нет, такие шутки, зачем, конечно, ты придумаешь еще, это вообще фигня. Шутка, это не книга, ну, то есть, нет. Где мы с тобой увидимся через год? Блин, это кажется, что у нас не получилось такое тяжелое интервью, поэтому, да, где мы с тобой увидимся? А где ты будешь через год, Кай? Ты здесь, я буду, куда оденусь? Не знаю, давай что-нибудь себе пообещаем, что ли, блин. Я тебе говорил уже, что сейчас концерт у меня, который был, до всех этих, событий. И вот он сейчас в этом свете звучит очень, очень легко, викторианский. То есть его сейчас надо будет опять перелопачивать, переделывать, добавлять, на мой взгляд, ну, я имею в виду, вот той тяжести, которую я хочу получить от своего выступления. Не в смысле там повестки, а вообще, ну, значит, надо копнуть в другую какую-то социальную сферу, там, или, может быть, в себя копнуть еще куда-то. Так что, я пробую за этот год наполнить его каким-то, ну, новыми шутками, новыми смыслами. Ну, через год на свой концерт. Ладно, то мы порешим. Договорились. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok